Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это 16 серия из цикла «История о татаро-монголах». В прошлой серии мы говорили о мамлюках, пытаясь понять, как они пришли к власти в Египет и как они в дальнейшем будут противостоять огромной монгольской армии, которая покорила исламский мир от Востока до Египта, как мы видели это в предыдущих эпизодах. Мы видели деятельность Аль-Малика Ассалиха Наджмуддина Аль-Айюби, как он воспитывал мамлюков в лоне богобоязненности и набожности, обучая фикху, наездничеству, командованию и многим другим важным для солдат и их военачальников аспектом военного дела. Как мамлюки пришли к власти? Мы видели смерть Наджмуддина Аль-Айюби в Эль-Мансури незадолго до начала самого сражения. Мы видели также прибытие его сына Тураншаха из Хасан-Кейфа в Турции. Видели, как он находился у власти всего лишь 70 дней. Далее произошел серьезный конфликт между ними и Шаджар-ад-Дур и эмирами мамлюков того времени, Парисуддином Актаем и Рухнудином Бейбарсом. И, к большому сожалению, все проблемы у мамлюков решались мечом. Как мы пояснили ранее, мамлюки росли в боевой среде, и эта военная обстановка сказывалась на их частом прибегании к мечу. Решения о пролитии чьей-либо крови принимались без каких-либо колебаний. Они могли убить, как мы уже сказали, всего лишь по одному подозрению. Когда кто-либо только подозревал другого в замысле убийства, он, не дожидаясь действий второго, сам наносил первый удар, прежде чем тот успевал осуществить задуманное. Несмотря на то, что сражением при Фарискуре номинально руководил Туран-Шах, уверенная победа была одержана лишь благодаря мамлюкам. Большинство военачальников были мамлюками, и большинство солдат армии также были мамлюками. Туран-Шах был убит в месяце Мухаррам 642 года, по истечении всего лишь 70 дней после его прибытия из Хасан-Кейфа. Будто бы он приехал в Египет не править им, а быть тут похороненным. Далее, после убийства Туран-Шаха, Шаджарад-Дур, Парисуддин Актай и Рухнуддин Бейбарс оказались в сложном положении. В Египте возникла большая политическая неопределенность. В Египте на то время не осталось аюбидов, которые могли им править. А аюбиды на территории Шама находились в серьезной конфронтации с Египтом. И большинство аюбидов Шама, как мы говорили в прошлых сериях, были предателями, которые напрямую сотрудничали сначала с крестоносцами, а затем и с татаро-монголами. Все это можно увидеть в предыдущих эпизодах. Какой же выход? Мамлюки начали задумываться о власти. Всю жизнь мы составляем основную силу и мощь этой египетской армии. Мы никогда не думали о правлении, не стремились к власти. Однако мы также никогда не были самой целью вражеских атак. Но теперь мы сами стали мишенью. Как мы могли это видеть на примере Туран-Шаха? Вдобавок к этому в Шаме часто звучали призывы снова присоединить Египет к Шаму, но под предводительством аюбидского правителя Шамы. Все это сильно беспокоило и тревожило мамлюков. И тогда они стали задумываться о том, что же им могут преподнести дни ближайшего будущего. Впервые они боялись по-настоящему. Ведь всегда, когда умирал их предводитель, их султан, они переходили под подчинение нового. В общем, мамлюки почувствовали для себя прямую угрозу. И что же им оставалось делать в такое время? Они задумались. Впервые в своей жизни они вознамерились воссесть на трон правления. Но они знали, что перед ними стоит большое препятствие. Все они были мамлюками, рабами. Как народ сможет принять то, чтобы обширными территориями могучего Египта правили те, кого самих чуть ранее продавали и покупали на рынках работорговли? Необходим некий переходный период, который послужит предтечи мамлюкскому правлению. Теперь мы ненадолго оставим мамлюков, чтобы поговорить о Шаджарад-Дур. Шаджарад-Дур, как мы уже рассказывали, была своенравной женщиной. Она была энергичной и мудрой женщиной, обладавшей колоссальными управленческими навыками и интеллектуальными способностями. Она также оценивала ситуацию и размышляла. Ранее, после смерти Наджмуддина Аль-Айуби, я уже тайно правила этой страной. Почему бы мне не править сейчас ее открыто? Наверное, Шаджарад-Дур была одной из первых женщин в истории мусульман, которая думала о таком. Она задумала взойти на престол Египта в это время. Она организовала встречу с Фарисуддином Актаями, Рукнуддином Бейбарсом, двумя самыми крупными военачальниками армии на то время, и сообщила им о своем желании. Фарисуддин Актая и Рукнуддин Бейбарс посчитали, что Шаджарад-Дур как раз прекрасно подойдет для переходного периода. Ведь Шаджарад-Дур была из рода мамлюков. Она была рабыней армянских кровей, которую купил Наджмуддин Аль-Айуби. Он освободил ее, а затем взял ее себе в жены. Так она стала женой правителя. Она была второй женой Аль-Малика Ас-Салиха Наджмуддина Аль-Айуби. И если она придет к власти, под предлогом того, что она является женой Наджмуддина Аль-Айуби, которого любил абсолютно весь народ. Если она займет трон, она сможет в дальнейшем подготовить почву для правления Фарисуддина Актая или Рукнуддина Бейбарса, для мамлюков как таковых. Они согласились с этим решением. И так, в начале месяца Сафар 648 года, Шаджарад-Дур была объявлена правительницей Египта. С тех пор обстановка в стране оставалась напряженной. Повсюду вспыхивали волнения. В каждом уголке Египта происходили восстания. Весь народ категорически отказывался это принять. Люди толпами вываливались на улицы. Среди них были и ученые, и другие авторитетные люди. Все, кроме мамлюков, были против такого смелого решения. Правительница Египта Шаджарад-Дур попробовала смягчить обстановку, назвав себя правительница мусульман Ас-Салихия. Тем самым она связала себя с Аль-Маликом Ас-Салих Нажмуддином Аль-Айюби, которого любил весь народ. Однако это не принесло никакой пользы. Восстания продолжались по всему Египту. Тогда она стала называть себя правительницей мусульман Ас-Салихия, мать правителя правоверных Аль-Халиля. Аль-Халиль на то время был малолетним сыном Аль-Малика Ас-Салиха Нажмуддина Айюбы. Она называла себя так, чтобы склонить чувства мусульман к тому, что она всего лишь регент, временный правитель перед будущим эмиром. Но ей это не помогло. Тогда она стала называться правительницей мусульман Ас-Салихия, мать султана Аль-Халиля, сына султана Нажмуддина Аль-Айюби Аль-Мустар-Симия. Аль-Мустар-Симия означала, что она относит себя к аббасийскому халифу мусульман Аль-Мустар-Симубилля, о котором мы уже немало рассказывали. Мы говорили, что он правил Багдадом с 640 года по хиджри, пока его не убили в 656 году по хиджри. А события, о которых мы сейчас говорим, происходят в 648 году по хиджри, то есть как раз в период правления Аль-Мустар-Сима-Билля. Поэтому она называлась его именем. Однако сам Аль-Мустар-Симубилля отказался это принять. Он отправил очень резкое письмо, в котором в достаточно грубой форме обращался к имерам Египта того времени. Если в Египте больше не осталось мужчин, то сообщите нам, мы отправим к вам мужчину. Восстания продолжались и становились все ожесточеннее день ото дня. Шаджар Аддур понимала, что ее нахождение на престоле правления, в то время, когда изменения всегда происходили при помощи меча, означало убийство. Что же ей делать? Шаджар Аддур не хочет отказываться от власти. Но в то же время она опасается переворота против себя, как внутри Египта, так и за его пределами. Так что же она делает? В итоге она пришла к довольно интересному решению. Она собирается выйти замуж за какого-нибудь человека, чтобы в его тени продолжать править страной. Конечно же, такой человек должен быть слабой личностью, человеком простым, из простой семьи. Не то у него проснутся собственные амбиции к власти. Ей было бы прекрасно, если бы такой человек был мамлюком, так как фактической опорой власти в это время являлись мамлюки. Ей нужен был муж, который стал бы для нее шариатским предлогом для ее правления в Египте. Поэтому она хочет, чтобы он был из числа мамлюков, ведь вся сила сейчас концентрирована в руках мамлюков. Но она не хочет, чтобы это был кто-либо из крупных фигур мамлюков. Для этой роли не подходят Фарисуддин Актай и Рухнуддин Бейбарс. Она выбрала некого человека по имени Он был, конечно же, из числа мамлюков, как это ясно из его имени. Он был человеком, который не имел каких-либо политических амбиций и желания власти. По крайней мере, так казалось Шаджар-ад-Дур. Она вышла за него замуж и уступила ему трон правления. Таким образом, Фарисуддин Айбек Ат-Турхмани Ас-Салихи был объявлен правителем Египта, прозвищем которого стало Аль-Малик Аль-Муиз. Фактически, это был первый человек из числа мамлюков, который непосредственно взошел на престол правления в Египте. Хотя некоторые считают, что мамлюкский период начался с самой Шаджар-ад-Дур, так как она имела мамлюкские корни. Однако она правила всего лишь 70 дней, не больше. В общем, к власти в Египте пришел Аль-Малик Аль-Муиз Айзуддин Айбек, а Шаджар-ад-Дур действительно, как и планировала, начала руководить страной в его тени. Но вот только оценка Шаджар-ад-Дур Аль-Малика Аль-Муиза Айзуддина Айбека была недостаточно точной. Видимо, он все-таки был немного более хитрым, чем она предполагала, и более мудрым, чем она могла себе представить. Он медленно и размеренно собирал всю силу в свои руки. Он покупал своих собственных мамлюков, а также собирал отовсюду тех, кто имел отношение к нему лично, а не к мамлюкам Бахритам или к Шаджар-ад-Дур. Конечно, Фарисуддин Актай, Рухнуддин Бейбарси, все остальные мамлюки Бахриты высоко ценили и уважали Шаджар-ад-Дур. Почему? Потому что она была женой Аль-Малику Ас-Салиха Нажмуддина Аль-Айуби, которого они все очень любили, которого они назвали Аль-Устаз, наш учитель, и жену, которого они называли женой Аль-Устазы. Аль-Малик Аль-Муиз Азуддин Айбек начал собирать мамлюков, которых называли мамлюками Муиззитами по его прозвищу. Мамлюки Муиззиты принадлежали Аль-Малику Аль-Муиззу. Так в Египте в течение времени стали формироваться две группы. Мамлюки Бахриты, во главе которых стояла Шаджар-ад-Дур, и мамлюки Муиззиты, которыми командовал Аль-Малик Аль-Муиз Азуддин Айбек. По истечении четырех месяцев правления Азуддина Айбега на Египет напали сирийские эмира Айубиды. Аль-Малик Аль-Муиз дал им отпор и одержал над ними большую победу в том же 648 году, в котором он пришел к власти. Это усилило его влияние внутри Египта. Однако он продолжал также медленно собирать мамлюков. В 651 году Бахиджри, спустя три года его правления, сирийцы атаковали Египет во второй раз, и вновь Аль-Малик Аль-Муиз их победил, и вновь его значение в Египте возросло. Все это время Фарисуддин Актай относился к Азуддину Айбегу предельно пренебрежительно. Фарисуддин Актай большой военный стратег с богатой историей. Победа при Аль-Мансури, победа при Фарискури, он является военачальником армии уже довольно долгое время, он обладает немалым авторитетом. Айзуддин Айбег был человеком, который не был известен и не обладал особым весом внутри Египта, пока не женился на Шаджарадду. Между ними нарастала взаимная ненависть. Фарисуддин Актай настолько не считался с Аль-Маликом Аль-Муизом и Азуддином Айбегом, что называл его просто по его имени Айбег, не упоминая его прозвища и титула вроде Аль-Малик Аль-Муиз и другие. Это вызывало гнев у Аль-Малика Аль-Муиза, но он продолжал спокойно укреплять свою власть. В 652 году Фарисуддин Актай решил усилить свои позиции внутри Египта. Мы уже знаем о его богатой военной биографии, он был главнокомандующим египетской армией уже много лет. Он решил добавить к этому еще кое-что. Женитьбу на аюбитской принцессе. Когда Шаджар-ад-Дур взошла на престол по причине того, что она была женой Аль-Малика Ас-Салиха Нажмуддина Аль-Айуби, то почему Фарисуддин Актай не может прийти к власти, как муж предыдущей аюбитской принцессы? Он добился этой женитьбы, о которой узнал Аль-Малик Аль-Муиз Азуддин Айбег. Аль-Малик Аль-Муиз Азуддин Айбег посчитал это попыткой совершить военный переворот против него. Ведь он знал, что в руках этого лидера, Фарисуддина Актай, сконцентрирована вся власть над мамлюками-бахритами. Вдобавок к этому, женитьба на аюбитской принцессе не оставляет сомнений, что он стремится завладеть властью. Аль-Малик Аль-Муиз стал подозревать его в этом, и поэтому пришел к решению, о котором мы уже рассказывали ранее. Он устроил заговор об убийстве Фарисуддина Актай, который был главой египетской армии в это время. И действительно, Аль-Малик Аль-Муиз осуществил задуманное. Он убил Фарисуддина Актая, 3-го Шабана, 652-го года по хиджре, тем самым избавив себя от оппозиции в Египте. После убийства Фарисуддина Актая, мамлюки-бахриты тут же стали бежать из Египта, подозревая, что их ждет та же участь. Среди первых сбежавших из страны был Рукнуддин Бейбарс. Ведь он знал, что следующей мишенью может стать именно он, потому как он был вторым человеком среди мамлюков-бахритов. Рукнуддин Бейбарс бежал в Дамаск, где его встретили правитель Ан-Наср и Юсуф Аль-Ай-Дюби, о котором мы говорили ранее. Мы рассказывали, что он сотрудничал с крестоносцами и с татаро-монголами, а также то, что во время его правления Алеппо и Дамаск были завоеваны татаро-монголами. Так вот он сбежал туда. Также поступили остальные главы мамлюков-бахритов. Большинство самих мамлюков-бахритов также сбежало в Палестину, Иорданию, Сирию, Турцию, Ирак и во многие другие места исламского мира. Путь для абсолютного самодержавия Аль-Малика Аль-Муиза Азуддина Айбега был расчищен. Роль Шаджар-ад-Дур во власти свелась к нулю. Предательское убийство точило ее сердце, и оно наполнялось все большей ненавистью. Но она ничего не могла поделать, потому что почти все мамлюки-бахриты, на которых она всецело полагалась, сбежали из Египта. В 655 году по хиджре Аль-Малик Аль-Муиз Азуддин Айбег решил укрепить свою власть в Египте путем заключения важного союза с эмиром Масулы. Эмиром Масула в это время был Бадруддин Лю-Лю. Бадруддин Лю-Лю, как мы упоминали ранее, был личностью, не вызывающей доверия. Он то с мусульманами, то с татаро-монголами, то с крестоносцами. Он был ненадежный человек. Аль-Малик Аль-Муиз Азуддин Айбег знал об этом, и поэтому он хотел подкрепить этот союз прочным договором и нерушимым соглашением. В чем заключалось нерушимое соглашение? В браке. Аль-Малик Аль-Муиз Азуддин Айбег решил посвататься к дочери Бадруддина Лю-Люа для того, чтобы с эмирами данного региона у него сложились хорошие отношения. Конечно же, об этом узнает Шаджар Аддур. Когда Шаджар Аддур узнала о желании Аль-Малика Аль-Муиза жениться на дочери Бадруддина Лю-Люа, ее сердце переполнилось ревностью, и потому она решила убить Аль-Малика Аль-Муиза. Как обычно, люди в это время привыкли решать проблемы при помощи меча. Шаджар Аддур помогла нескольким мамлюкам-бахритам устроить заговор. Убийство Аль-Малика Аль-Муиза произошло в 655 году по хиджре, на седьмом году его правления. Он находился у власти с 7 лет, с 648 по 655 год. После убийства Аль-Малика Аль-Муиза Азуддина Айбега, мамлюки-муизиты поспешили к дворцу, в котором его убили и схватили Шаджар Аддур. Не было никого, кто бы ей помогал или защищал ее. Было принято решение о ее казни. И, наверное, это было первым случаем шариатски обоснованной казни во всей этой истории. Ранее мы видели убийство Фарисуддина Актая, Туран-Шаха, Аль-Малика Аль-Муиза Азуддина Айбега. Во всех этих случаях убийство противоречило шариату. И вот впервые мы видим убийство человека, имеющее под собой правовой подтекст. Она была убита согласно справедливому возмездию, так как убила Аль-Малика Аль-Муиза, не имея на то права по шариату. Однако бесспорно то, что способ убийства Шаджар Аддур никоим образом не являлся шариатским. Потому что они предоставили возможность ее убийства первой жене Аль-Малика Аль-Муиза Азуддина Айбега, матери Нурюддина Али, который должен был стать наместником Аль-Малика Аль-Муиза. Она убила ее, как это известно из истории, деревянными башмаками. Она передала ее своим служанкам, которые забили ее до смерти тяжелыми деревянными башмаками в одной из бань. Таким образом завершилась история Шаджар Аддур в Египте в 655 году по Хеджри. Правителем Египта был назначен Нурюддин Али, сын Аль-Малика Аль-Муиза Азуддина Айбега. Но Нурюддин Али на то время был еще совсем юным подростком 15 лет, который не мог управлять страной. И поэтому его регентом, временно исполняющим обязанности, был назначен другой человек. И кто же был этим регентом государства? Глава мамлюков, муизитов этого времени, Сайфуддин Куттуз. Это впервые, когда имя этого известного исламского героя, Куттуза, появляется в истории. Куттуз, глава мамлюков, муизитов, был взят на службу Аль-Маликам Аль-Муизам Азуддином Айбегом, чтобы усилить позиции мамлюков, муизитов. Он был одним из самых доблестных рыцарей во всей исламской истории. Кем был Куттуз? Да помилует его Аллах. Куттуза звали Махмуд, сын Мамдуда, сына Харизмшаха. Субханаллах. То есть мы вновь возвращаемся к началу истории. Махмуд, сын Мамдуда, был маленьким мальчиком, сыном сестры Джалалуддина, сына Харизмшаха. Представьте себе. Сын сестры Джалалуддина, сына Харизмшаха. Когда Джалалуддин, сын Харизмшаха, убежал в Индию, если вы помните начало истории, в 617 году по хиджре было пленено некоторое количество детей, среди которых был Сайфуддин Куттуз. Татаро-монголы продавали этих детей на разных рынках работорговли. Сайфуддин Куттуз был продан в Дамаске одному из аюбитских эмиров. Далее оттуда он попал в Египет, пока наконец не оказался у Аль-Малика Аль-Муиза Айзуддина Айбека. То есть те, кто привели Куттуза, да помилует его Аллах, из Афганистана в Египет, были татаро-монголами. Именно они привели его сюда. В подтверждении словам Аллаха Субханава Та'аля, они замышляли хитрость, а мы готовили для них свой план, но они об этом не ведали. Татаро-монголы привели его в Египет для того, чтобы он, Сайфуддин Куттуз, да помилует его Аллах, стал тем, кто положит конец татаро-монголам и их империи. Как это произошло? Как Куттуз, да помилует его Аллах, подготовил египтян к войне с татаро-монголами? И какая участь постигла татаро-монголов от рук этого великого и отважного героя? Это мы узнаем из следующей серии. Ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. С вами 17-я серия из цикла «Истории о татаро-монголах». В прошлой серии мы стали очевидцами больших волнений и смут, происходивших в Египте, по итоги которых султаном Египта стал мальчик, сын Аль-Малика Аль-Муиза Аззуддина Айбега, которого звали Нур-Уддин Али. Однако тем, кто по-настоящему правил Египтом от имени этого ребенка, был его регент Сайфуддин Куттуз, самый достойный и почетный из мамлюков-муиззитов. Ведь именно он возглавлял мамлюков-муиззитов, несмотря на свой еще довольно молодой возраст, на то время ему было не больше 35 лет, да помилует его Аллах. Несомненно, это была одна из самых выдающихся личностей в исламе. Он с детства был обучен фикху и принципам шариата. Он прошел обучение верховой езде, военному делу, планированию, командованию и управлению. Он был поистине всесторонне развитым человеком. Он был такой личностью, которых очень редко можно встретить в истории. Куттуз некоторое время оставался регентом Нур-Уддина Али. Его деятельность началась в месяце Зуль-Каиды в 655 году по хиджре и продолжалась ровно два года, вплоть до 657 года, до того же месяца Зуль-Каиды. Естественно, в течение этих двух лет аюбитские эмиры Шама не раз давали знать о своих интересах насчет Египта, потому как сейчас эта страна испытывает нестабильность, главным образом из-за того, что ею правит маленький мальчик. Аль-Мууз Фатхуддин Умар Эмир Аль-Каракам в Иордане сделал пару попыток завоевать Египет. Однако Куттуз встретил его своей мощной обороной и одержал над ним блестящую победу, тем самым укрепив свои позиции в регионе. Далее события 656 и 657 года развивались стремительно быстро для всех мусульман. Обратите внимание, Куттуз стал регентом мальчика Нур-Уддина Али в конце 655 года. А что случилось в 656 году? Пал Багдад, если вы помните, в месяце Сафар 656 года. Далее в 657 году был завоеван весь Шам, как мы знаем. Затем была взята провинция Миафиркин, Сильван. Пал Алеппо, Пал Дамаск. Была завоевана Палестина. Шаги татар-монголов были стремительны. В этих условиях, дорогие братья, Куттуз осознал, что присутствие одного из мамлюков в лице 15-летнего султана Нур-Удина Али будет вызывать желание у врагов мусульман завладеть этой великой страной и единственной оставшейся силой в исламском мире – завладеть Египтом. Итак, у нас проблемы с татаро-монголами. У нас, не забываем, проблемы с крестоносцами, которые потерпели поражение в сражении при Эль-Мансуре и Фарискуре. И король Людовик IX был освобожден из плена, но он не переставал замышлять плохое, намереваясь захватить Египет со второй попытки. Несмотря на то, что когда его освободили, он заключил перемирие с египтянами, согласно которому он не должен был вести против них войну ровно 10 лет. Однако он нарушил договор. Как говорит наш Господь, Субханава Тааля, в своей священной книге, неужели всякий раз, когда они заключают договор, часть из них отбрасывает его? Угроза татаро-монголов, угроза крестоносцев, угроза эмиров и юбидов, предателей, правителей Сирии и Ордании того времени. Угроза со всех сторон и одновременно с этим нестабильность внутри самого Египта. Борьба мамлюков-бахритов с мамлюками-муизитами. Бегство предводителей мамлюков-бахритов в другие страны. Все эти обстоятельства всецело убедили Кутузе, что присутствие этого мальчика на троне только увеличит проблемы, беспокойства и заговоры. Поэтому он решил не изложить этого мальчика на Рудина Али и самому взойти на престол, чтобы самостоятельно править Египтом, начиная с 24 числа месяца Зулькаида 657 года по Хиджри. Естественно, мы можем представить, какой была обстановка в Египте, когда он это сделал. На самом деле, ситуация была чрезвычайно удручающей. Страна находилась на пороге краха в результате предыдущей серии беспокойств. Политическое регулирование внутри страны было нарушено. Внешняя политика государства тоже оставляла желать лучшего. Отношения с соседними государствами Египта были разорваны. Также были оборваны связи с западными странами Африки, такими как Ливия, Алжир, Тунис и Марокко. Не было связи ни с Нубией, ни с Хиджазом. А отношения с Шамом были натянуты до предела. Не говоря уже о многочисленных врагах, о которых мы говорили. На данном этапе, когда он принялся за дела государства, политическое положение страны испытывало масштабный коллапс. Экономическое положение страны тоже претерпевало большие трудности, потому что эти продолжительные смятения и борьба за власть в последние годы в результате ввергли страну в крупный экономический кризис. Имущество государственной казни Египта сильно убавилось. Таким образом, политическое положение было сложным, военное положение было сложным, вариант единения с различными странами исламского мира не виделся возможным, а также сложная экономическая ситуация. Что делал Кутуз в такой сложной обстановке, в которой оказался Египет? Он начал готовиться к войне с татаро-монголами, да помилует его Аллах. Как такая крошечная по сравнению с монгольской империей страна, как Египет, может воевать с татаро-монголами? Это мы узнаем из того, как Кутуз, да помилует его Аллах, подготовил египтян, мусульман, к войне с татаро-монголами. Вы знаете, что монгольская империя правит от Кореи на востоке до Польши на западе. Это больше половины мира на то время. Они добрались до Газы, а Кутуз, да помилует его Аллах, пытается противостоять этой устрашающей и суровой силе. Что такое Египет? Он не представляет из сотой доли от могущества этой великой империи. Давайте теперь посмотрим, что сделал Кутуз. Первым делом Кутуз решил наладить внутренние дела Египта. Нужно сохранить стабильность внутри этого прекрасного государства. С чего начинается эта стабильность? Нужно отбить желание людей в дальнейшей борьбе за власть. Все люди сейчас борются за этот престол. Как же Кутуз, да помилует его Аллах, собирался это сделать? Разные лидеры делают это по-разному. Некоторые же путем подлога, убедив людей, что весь народ желает видеть именно его на этом посту. Хотя в реальности может быть, что все с точностью да наоборот. Некоторые отбивают желание власти благодаря заговорам, козням, интригам и лжи. Кутуз, да помилует его Аллах, ничего из этого не использовал. Он отбил у них желание продолжать бороться за власть, напомнив им об идеалах, о которых долгие годы, со дня победы при Эль-Мансуре и Фарискуре, не говорили ни слова. Что сделал Кутуз, да помилует его Аллах. Кутуз собрал верхушку власти в государстве на то время, а также некоторых мамлюков-бахритов, ученых, покихов, всех тех, кто активно участвовал в жизни страны. Получилось очень большое собрание, где он сказал им, «Моим приходом к власти, к престолу, я преследую единственную цель – войну с татаро-монголами». Он сказал, что все, что он делает, делает лишь для того, чтобы сразиться с татаро-монголами. «Если Аллах, аззаваджалля, предписал нам победу над ними, я откажусь от власти, и вы сами решите, кого назначить правителем». Такие слова египтяне, или даже все мусульмане на востоке и на западе слышат впервые. Очень-очень мало правителей, такие как Аль-Камиль Мухаммад Аляй-Юби, да помилует его Аллах, и другие, водружали знамя джихады. Большинство людей полностью покорились татаро-монголам. А Кутузда, помилует его Аллах, с первого дня у власти наметил эту цель, сказав, «Я пришел к власти лишь для того, чтобы вести джихад на пути Аллаха, лишь для того, чтобы победить татаро-монголов, лишь для того, чтобы прогнать татаро-монголов с земель мусульман. Если я одержу победу над монголами, я передам право всем мусульманам выбрать себе достойного правителя страны». Кто-то может сказать, что это всего лишь политическая уловка, прибегнув к которой он хочет захватить власть и так далее и тому подобное. Что обычно говорят о политиках, лицемерах и приспособленцах, использующих слова Аллаха в своих корыстных целях. Но истина в одном простом, но важном предложении, которое мы должны помнить, когда мы анализируем историю. И это то, что повествование нужно понимать в контексте жизнедеятельности того, о ком говорится в этом повествовании. Если мы изучим биографию Кутуза, да помилует его Аллах, до и после, если мы взглянем на его деятельность по подготовке к военным действиям, если мы посмотрим на поведение Кутуза в самом сражении Айнджалют, если мы проанализируем всю его жизнь, мы убедимся, что эти слова полностью соответствуют этой личности. Они соответствуют также его поступкам, которые он сделал в дальнейшем. Поэтому не остается никаких сомнений в намерении Кутуза при произнесении этих слов. Второй немаловажный момент, и это один из законов Господа, Субханава Тааля. Аллах не поддерживает дела, распространяющих вред. Если бы он был нечестивцем, если бы в его сердце было мирское, если бы в его намерение не входило то, на что он указал и что дал понять, то Аллах бы не помог ему. Однако мы видели, что Аллах Аззаваджалля даровал ему великую помощь и установил справедливость его руками и его языком и освободил землю мусульман от татаро-монголов его руками. Все эти признаки ясно указывают на то, что его слова соответствовали его намерениям и что он говорил именно то, что у него на сердце. Власть нужна была ему лишь для того, чтобы одолеть татаро-монголов, и далее мы увидим его шаги. Как он сказал это, все замолчали. Потому что ни у кого не было такой силы и смелости сказать открыто то, что сказал сейчас Кутуз. Воевать с врагами, мусульман, татаро-монголами, которые покорили весь мир, запад и восток, захватили мусульманские и остальные страны и дошли до центральной Европы, как мы рассказывали в прошлых сериях. Первым делом он отстранил Ибн бинд Аль-Азза, который в это время был главой министров. Он был полностью лояльным к Шаджар-ад-Дур человеком. Поэтому, боясь его присутствия в высших эшелонах власти, он его отправил в отставку. В то же самое время он оставил на должности командующего армией Фарисуддина Актая Ас-Салихи-младшего. Конечно же, Фарисуддин Актай-младший, это не тот Фарисуддин Актай, который был убит в 652 году по хиджре. Мы сейчас говорим о начале 658 года по хиджре. То есть, спустя 6 лет после убийства Фарисуддина Актая I. Поэтому II называли Фарисуддин Актай-младший. И обратите ваше внимание на это прозвище Ас-Салихи. То есть, Куттуз не был против того, чтобы египетской армией командовал один из мамлюков-бахритов, которые не ладили с мамлюками-муэзитами, к которым относился Сайпуддин Куттуз. Это один из главных признаков беспристрастности Куттуза, да помилует его Аллах. Он поручает работу тем, кто заслуживает ее. И если этот человек достоин, если он способен сражаться, если он обладает набожностью и благочестием, необходимым для такой ответственной должности, как командование египетской армией, то пусть такой человек остается на своем месте, даже если он из мамлюков-бахритов. Хотя любой бы сказал, что в сердце правителя Куттуза в это время могли закрасться сомнения из-за опасения угрозы со стороны мамлюков-бахритов. Ведь они не так давно убили Фарисуддина Актая-старшего. Куттуз не думал обо всем этом. Он просто назначил на должность того, кто ее заслуживает, да помилует его Аллах. Далее он стал переманивать мамлюков-бахритов к себе довольно умным и уникальным политическим действием. Он объявил о подлинной амнистии всех мамлюков-бахритов, где бы они ни находились. Почему мы используем слово «подлинный»? Потому что многие политики точно так же пытаются взять ситуацию под контроль, пообещав амнистию некоторым людям на определенное время. Как это называют, временный медовый месяц с несогласными, пока все не наладится, после чего все возвращается на круги своя. Куттуз же, да помилует его Аллах, не знал такого рода лицемерную политику. Он был мусульманским политиком, который доказывал, что в исламской политике нет притеснения, лицемерия, обмана и мошенничества. Такая политика отличается высокой нравственностью и моральными нормами. Это то, что по-настоящему отличает мусульманского политика от остальных политиков. Куттуз, да помилует его Аллах, объявил, что гарантирует им безопасность и призвал в Египет всех мамлюков-бахритов, которые ранее бежали из Египта, когда был убит Парисуддин Актай-старший. И самым известным из тех, кого привел сам Куттуз, был Аз-Загир Рукнуддин Бейбарс. На данный момент он пока еще не был известен под прозвищем Аз-Загир. Рукнуддин Бейбарс был самой крупной фигурой мамлюков-бахритов после не так давно убитого Парисуддина Актай. И его возвращение из Палестины было очень опасным мероприятием. Потому что Аз-Загир Рукнуддин Бейбарс был человеком, к которому мамлюки-бахриты прислушивались. Его глубоко уважали за победу в сражениях при Эль-Мансури и Фарискури. В сердцах египтян он занимал особое место. Так почему же Куттуз хочет привезти в Египет своего потенциального конкурента? Это также указывает на беспристрастность Куттуза, да помилует его Аллах. К тому же в этом кроется очевидный политический жест. Если Куттуз приведет в Египет Бейбарса, да помилует его Аллах, который имеет весомое влияние на мамлюков-бахритов, то тогда он сможет однажды объединить мамлюков-бахритов и мамлюков-муизитов, чтобы на данном этапе сформировать сильную египетскую армию. Бейбарс в это время бежал из Дамаска, как вы знаете, когда в него вошли татаро-монголы. Также бежал Ан-Наср Юсуф Аляюби и вместе с ним вся его армия. Рукнуддин Бейбарс бежал тогда в Палестину. Он не знал, куда ему податься. Будучи в таком нелегком положении, Рукнуддин Бейбарс не знал, куда ему идти. Он хочет воевать против татаро-монголов, но у него нет армии. Все люди разбежались, кто куда. В это время к нему приходит письмо от Сайфуддина Куттуза, в котором он просит его приехать в Египет как почетный и уважаемый гость с высоко поднятой головой. Помимо этого он выделит ему город Кальюб, совсем близлежащим регионом. Провинция Кальюба – это большие территории, земли, которые он полностью передал Рукнуддину Бейбарсу. Он сделал его губернатором этой провинции. Вдобавок к этому он назначил его главнокомандующим египетской армией. Все это, конечно, возвысило степень Рукнуддина Бейбарса и сподвигло мамлюков-бакритов возвращаться отовсюду и присоединиться к египетской армии. Более того, воины эмира Ан-Насара Юсуфа Аля-Юбе, этого предателя, который предпочел бегство в защите своих владений и вместе с которым бежала и его армия, когда эти сирийские воины Дамаска увидели деятельность Куттуза, они отправились в Египет, чтобы присоединиться к армии Аль-Малика Аль-Музафпара Сайфуддина Куттуза, да помилует его Аллах. Сайфуддин Куттуз начал объединять всех воинов, мамлюков-бакритов, мамлюков-муиззитов, воинов Ан-Насара Юсуфа Аля-Юбе. Субханаллах. Он производил настоящую реформу египетской армии. Куттуз, да помилует его Аллах, сделал еще кое-что удивительное. Он стал рассылать письма к эмирам Аюбидам с призывом примкнуть к нему в войне против татаро-монголов. Хотя Куттуз прекрасно знал, что большинство эмиров Аюбидов, которые жили на территории Шамы, были предателями и агентами, порой крестоносцев, а порой татаро-монголов. Несмотря на это, он, добиваясь создания единого общего фронта, отправил послов с удивительными по содержанию письмами, «Валлахи, дорогие братья и сестры». Он отправил письмо Ан-Насару Юсуфу Аля Юби, представьте себе, этому вероломному предателю, который совершил столько всего скверного, он отправляет письмо. Это было весьма необычное письмо Ан-Насару Юсуфу Аля Юби, который постоянно находился в бегстве. Он хочет объединить все силы и возможности Ан-Насара Аля Юби, а также всего Шама силами Египта, чтобы общими усилиями одолеть татаро-монголов. Что же сделал Куттуз, да помилует его Аллах? Он отправил письмо Ан-Насару Юсуфу Аля Юби, в котором призывал его сплотиться с Египтом при условии, что правителем станет Ан-Насар Юсуф Аля Юби. Представьте себе, несмотря на то, что до этого Ан-Насар Юсуф Аля Юби был довольно слабым правителем, он правил лишь одним Дамаском, да и оттуда он убежал. Однако Аль-Малик Аль-Музафир Сайфуддин Куттуз знал, что у него есть последователи не только в Дамаске, но и даже в Шаме в целом. Поэтому он хотел привлечь его на свою сторону, даже если ради этого придется отдать ему власть над Шамом и Египтом. Значение Куттуза как правителя в тысячу раз более могущественно, чем роль Ан-Насара Юсуфа Аля Юби. Но он все равно пытается весьма деликатно сблизить обе стороны и говорит ему в своем письме, «Если вы пожелаете, я буду вам служить. То есть, если вы захотите, чтобы я стал вашим помощником и прибыл со своей армией к вам, я это сделаю. Я, правитель Египта, стану слугой правителя одного лишь города Дамаск». И все это при его-то темной и вероломной репутации. Он обратился к нему со следующими удивительными словами. «Если вы не доверяете лично мне, я отправлю к вам армию в качестве подкрепления перед встречей с татаро-монголами, с командирами, которых вы выберете сами». Субханаллах. «О, Ан-Насар Юсуф Аля Юби, выбери сам любого командира египетской армии, которого хочешь, которому ты доверяешь и на которого можешь положиться. Я отправляю его к тебе вместе с армией, чтобы помочь тебе в войне с татаро-монголами». Что же ответил Ан-Насар Аля Юби? Он полностью отказался, потому как вообще не намеревался воевать. Он не хотел воевать, не хотел встречаться с монголами. Его интересовало лишь собственное благополучие. Он продолжал свое бегство куда только мог. Но, как мы рассказывали ранее, монголы схватили и убили его. Аль-Музафр Сайфуддин Кутузда, помилует его Аллах, отправил помимо этого письма еще одно письмо Муису Фатхуддину Умару, правителю Аль-Карака, который дважды пытался взять в войну Египет в то время, когда султаном еще был Нур-Уддин Али, а Сайфуддин Кутуз был еще вице-султаном. И после этого он посылает ему письмо, призывая его к единству. Он также отправил письма эмирам Хама, Комса и другим. Кто-то согласился, а кто-то отказался. Так Кутузда, помилует его Аллах, приступил к объединению разрозненных армий, пока не собрал внушительное количество воинов. Однако он столкнулся с одной из самых сложных и серьезных проблем. И это глубокий экономический кризис, в котором оказался Египет. Как вы считаете, как Кутуз разрешил эту большую проблему? И как он подготовил воинов? И какие географические места выбраны Кутузом, да помилует его Аллах, для сражения с татаро-монголами? И чем ответили татаро-монголы? Это и многое другое мы узнаем в следующей серии. Прошу Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен, и только ему все принадлежит. Вы вспомните то, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Поистину, Аллах видит рабов. Ассаляму алейкум, рахматуллаху баракату. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Это 18-я серия из цикла «Истории о татаро-монголах». В прошлой серии мы рассказывали о беспокойствах, которые в итоге привели к восхождению Сайфуддина Кутуза, да помилует его Аллах, на престол правления в Египте. Сайфуддин Кутуз, да помилует его Аллах, с первого дня своего правления принялся готовить план по войне с татаро-монголами. Дорогие братья и сестры, для Кутуза эта задача выглядела предельно ясно, да помилует его Аллах. В свой первый же день у власти он произнес слова, которые затем подтверждал на деле всю свою оставшуюся жизнь. Он сказал, я пришел к власти ради единственной цели – войны с татаро-монголами. Задача ясна, он мобилизовал все государство, всю умму, всех мусульман на западе и востоке ради этого единственного дела – сражения с татаро-монголами. Величайшая напасть – татаро-монгольская ига. Однако, субханаллах, когда с напастью встречается мудрый человек, он объединяет всю умму для ее преодоления. В это время у многих было стойкое ощущение, что эта беда уничтожит, погубит и стерет умму с лица земли. Но нет, дорогие братья, с какой бы тяжелой ситуацией ни сталкивались мусульмане, если к власти над мусульманами придет искренний, честный человек, который начнет объединять людей вокруг благородной и достойной цели, священной борьбы на пути Аллаха, аз-за-вачалля, то тогда люди начнут объединяться. Они позабудут многое из своих мирских дел и пойдут на такие жертвы, которые они себе даже не представляли. Именно так сделал Кутуз, да помилует его Аллах, который начал объединять людей на этом пути. Кутуз, да помилует его Аллах, показал свою полную беспристрастность, когда амнистировал всех мамлюков-бахритов и отправил сообщения эмирам Айубидам в разные страны и города. И действительно, он смог собрать большую часть мамлюков-бахритов во главе с Рукнудином Бейбарсом, выдающимся полководцем, одержавшим 10 лет тому назад славные победы при Эль-Мансури и Фарискури. Обратите внимание, сражения при Эль-Мансури и Фарискури произошли в 648 году по хиджри, а события, о которых мы сейчас говорим, разворачиваются в 658 году по хиджри, спустя ровно 10 лет после победы в этих двух великих сражениях. Также Кутуз, да помилует его Аллах, смог перетянуть на свою сторону войско Ан-Насра Юсуфа Аля-Юби. Ан-Наср Юсуф Аля-Юби сбежал, а его войско смогло найти себе прибежище лишь в Египте, присоединившись к армии Сайфуддина Кутуза. Также эмир Хама, того самого города, ключи от которого были вручены татаро-монголам, пришел с группой своих воинов и тоже присоединился к армии Кутуза, да помилует его Аллах. Аля-Шраф Аля-Юби, эмир Хомса и Алеппе, ясно и открыто объявил о своем переходе на сторону татаро-монголов. Также поступил Саид Хасан ибн Абдул-Азиз, который был эмиром Банияса, он тоже принял сторону татаро-монголов. Все карты были раскрыты, все тайное стало явным. В эти тяжелые для мусульман дни искренне верующие лицемеры стали различаться, как никогда раньше. Перед Кутузом теперь стоит другая проблема, кризисное экономическое положение, в котором оказалась страна. Мы сейчас говорим о ключевом периоде в истории исламской уммы, когда начались жестокие бои с самым свирепым и крупнейшим государством своего времени, единственной силой сложившегося однополярного мира с Монгольской империей. Что же делает Кутуз, да помилует его Аллах? Давайте прежде чем говорить о методах Кутуза, да помилует его Аллах, мы проанализируем экономический кризис и проследим за состоянием народа, с которым Кутуз будет работать. До сих пор мы рассказывали о мамлюках-бахритах, мамлюках-муазитах, эмирах-айубидов, об армии и ее войнах. Но как обстояли дела у народа, которым правил Кутуз, да помилует его Аллах, и которых защищала эта армия? Давайте взглянем на настроение египтян этого периода. На египтян на самом деле оказали большое влияние все эти волнения, заговоры, борьба за престол, имевшие место в последние несколько лет. Только за последние 10 лет, как мы видели, было совершено несколько убийств, мотивом которых была борьба за власть. Все это оставило свой отпечаток на настроениях жителей Египта. И теперь они жили светской жизнью. Их точно так же, как и их правителей, интересовала лишь мирская жизнь. И обратите ваше внимание, мы часто раньше говорили, правители это естественное продолжение народа. Простолюдины в это время так же любили мирское, как и любили его последние правители. Как Кутузу изменить это положение? Для начала нужно сказать, что по воле Аллаха, у этого славного египетского народа в это время остались незаменимыми два немаловажных качества. Они не растеряли эти два качества с течением времени. Эти два качества и сохранили для египетского народа силы и возможности, чтобы продолжить путь, несмотря на тяжести, проблем и несчастий. Как вы думаете, какие это два качества? Первое качество – знание и уважение к ученым. И это не что-то новое. Оно берет свое начало еще со времен Салахуддина Аля Юби, да помилует его Аллах. Когда он установил Суннитскую школу ислама в Египте после развала Фатимитского халифата, этого скверного шиитского государства с исмаилитской идеологией, которая правила Египтом. Вы, конечно же, знаете, что убеждения исмаилитов несли в себе крайнюю ересь. Фатимиты правили Египтом больше двухсот лет и основали мечеть Аль-Азгар, пытаясь посеять шиитскую идеологию внутри Египта и устранить Суннитскую школу. Первое, что сделал Салахуддин Аля Юби, укрепил суннитский толк ислама в Египте и превратил Аль-Азгар из шиитского в суннитский. И с тех пор, аль-хамдулиллах, со времен Салахуддина Аля Юби, вплоть до сегодняшнего дня он оставался суннитским. Таким он останется и до Судного дня по воле Господа миров, религиозным центром с правильной суннитской идеологией. Начав свою работу с этого, далее Салахуддин Аля Юби прививал народу любовь к ученым, которые вели свою деятельность в этой цитаделе знаний, почтенном Аля Сгаре. В Египте действительно стала стремительно развиваться преподавательская деятельность и учеба, а юбиды день от дня и год от года поддерживали этот процесс. Далее, как известно, пришли мамлюки, возвеличившие ценность знаний. Таким образом, возвысилась значимость знаний в целом у всех египтян. Поэтому слова ученых в Египте имели более весомое значение, чем слова правителей, эмиров и султанов. Когда говорил ученый, люди с особым пиететом внимали его речи. Ученых в Египте в этом историческом отрезке времени никогда не арестовывали и не сажали в тюрьмы. Это позволило сохранить возможность мотивировать и воодушевлять людей. Так как люди, которых подстегивают кнутом, силой и насилием, при малейшем шансе увильнуть от эмира или султана, обязательно сделают это и оставят его. А те, чьим стимулом является стремление в рай, борьба на пути Аллаха, те, кого побуждают знания, шариат и правильные исламские основы, то такие люди стойко переносят самые тяжелые испытания в самые непростые времена. Далее мы увидим, как слова ученых смогли повлиять на изменение позиции народа. Обратите внимание, народ в это время уже участвовал в нескольких протестных движениях, был очевидцем смуты Шаджарад-Дур, негодования возрастали, но ни один ученый не был взят под стражу. Также, когда ученые участвовали в восстании при восхождении на престол маленького мальчика Нур-Дина Али, ни один ученый не был взят под стражу. Субханаллах. Ученые действительно по-прежнему сохраняли свой авторитет. Это послужило причиной массовой эмиграции ученых с разных стран в Египет в это время. Одним из таких ученых, эмигрировавших в Египет, был Аль-Из ибн Абдуссалям. Аль-Из ибн Абдуссалям, да помилует его Аллах, один из крупнейших ученых в истории мусульман. Он был родом из Сирии, родился в Дамаске в 577 году по хиджре. То есть, когда Кутуз пришел к власти, да помилует его Аллах, ему было уже 80 лет. Свою долгую жизнь он посвятил преподаванию, борьбе, джихаду и справедливым словам в адрес преступных правителей. Он жил в Сирии. Некогда он выступил с резкой критикой в сторону союзника татаро-монголов Аль-Малика Ас-Салиха Исмаила, если вы помните, брата Аль-Малика Ас-Салиха Наджмудина Аля-Юби. Он отдал им город Сайда, Сидон и Хайфа, а также город Цват, Сафт и замок Бафор, Шакив. А чуть ранее он уступил им Байт-Уль-Магдис, Иерусалим. Когда Аль-Из ибн Абдуссалям в Дамаске узнал об этом, он встал на Минбар и выступил с жесткой критикой в адрес Аль-Малика Ас-Салиха Исмаила, вследствие чего он был задержан и на долгий срок заточен в тюрьму. Это длинная история. Затем он был перевезен в Байт-Уль-Магдис, где также содержался в заточении. И когда пришли войска мамлюков с Алихитов во главе с Нажмудином Айубом в 643 году, когда Байт-Уль-Магдис был снова освобожден, Аль-Изза ибн Абдуссаляма вызволили из темницы и взяли с собой в Египет, где он в будущем станет верховным судьей, катыбом египтян в мечети Амра ибн Аль-Аса и одним из крупнейших ученых в истории мусульман, который был прозван султаном ученых. Таким титулом его наделил его ближайший ученик ибн-да-кик Аль-Айд, да помилует его Аллах, который также был одним из крупнейших мусульманских ученых. Он прозвал его так за его непреклонность и смелость в диалогах с султанами, где бы он ни находился. Субханаллах! Даже когда султан ученых Аль-Изз ибн Абдуссалям пришел в Египет, он порой придерживался противоположного от взглядов Аль-Малика Ассальха Наджбуддина Аль-Айюбим мнения в некоторых вопросах. Это правитель, который был известен своей богобоязненностью, набожностью, борьбой на пути Аллаха. Когда он совершал какие-то ошибки, Аль-Изз ибн Абдуссалям вставал напротив него, делал ему замечания и указывал на его ошибки. Именно он настоял на продаже мамлюков, как это широко известно, и поэтому его даже прозвали продавцом эмиров. Это довольно интересная и забавная история, которую вы можете найти в книгах. Словом, Аль-Изз ибн Абдуссалям, да помилует его Аллах, занимал большое место в сердцах египтян, невзирая на то, что сам он египтянином не был. Когда к власти пришел Кутуз, да помилует его Аллах, он предоставил большие полномочия Аль-Иззу ибн Абдуссаляму, как султану ученых и наиболее достойному из них. Тогда этот ученый поднялся и стал велеть остальным ученым побуждать людей вставать на путь Аллаха Аззаваджалля. Поэтому ученые шли в мечети, на рынки, в места сбора людей, в целом и напоминали им о славных днях, знамениях Аллаха Аззаваджалля. Они напоминали им об Адре, об Аляхзабе, об освобождении Мекки, о Кадисии, о Ярмухе, о битве при Хаттине. Они напоминали им об Эль-Мансури и Фарискури, которые имели место каких-то 10 лет назад. Они напоминали им об обещании Аллаха и о предводителях мусульман, которые посвятили свою жизнь борьбе на пути Аллаха. Начиная от нашего любимого посланника, саллаллаху алейху асалям, и заканчивая всеми праведниками после него, которые несли знамя ислама искренне ради Аллаха Аззаваджалля, произошла своего рода значительная научная и духовная реформация людей во всем Египте. И не в последнюю очередь благодаря Алясгару, который действительно осознал свою миссию и который действительно выполнял ее неоднократно на протяжении исламской истории. Будь то времена Салахуддина алей-юби, да будет доволен им Аллах, или Сайфуддина Кутуза, или в целом мамлюков после Сайфуддина Кутуза, или во времена Османского халифата, или во времена французской и английской оккупации. Это значительная роль ученых, которым нужно отдавать должное и знать об их авторитете. Сохранение авторитета ученых, дорогие братья и сестры, это самый действенный и короткий путь к сердцам людей. Люди прислушиваются к речам ученых, как было уже неоднократно сказано, охотнее, чем к речам правителей. Если общество умаляет достоинства своих ученых и понижает их значимость, то знайте, это общество потеряно. Оно идет к погибелям, к исчезновению, к поражению, к состоянию, незавидному для любого мусульманина на Западе и Востоке. Перед нами ясная картина того, как Кутузда, помилует его Аллах, уважал и ценил ученых, и как это повлияло на возрождение Египта в это время. Это одна ценность, которую египтяне смогли сохранить. Второй, сбереженной египтянами ценностью, несмотря на все проблемы, через которые проходила Умба, был джигад на пути Аллаха. Эта ценность, это слово, нисколько не утеряло своего смысла для египетского народа. Почему? Потому что постоянные крестовые походы способствовали тому, чтобы народ Египта не забывал это слово, как это сделали остальные народы того времени. Большинство народов того периода, которые не подвергались постоянным крестовым походам в это время, не знали, что такое джигад на пути Аллаха. Так что они даже при разговоре о войне, о сражении, использовали другие слова, игнорируя слово джигад. На слово джигад у многих правителей и миров была аллергия. Они использовали такие слова, как борьба, бой, сражение, битва, противостояние. Любое слово, кроме слова джигад на пути Аллаха. Слово, которое наводило страх на многих емиров в истории мусульман. Это слово также пугало и их союзников, друзей и соратников, татаро-монголов и крестоносцев. Поэтому это слово пропало с лексикона большинства емиров и правителей в мире на то время. Кроме Египта, который отразил многочисленные крестовые походы. Поэтому, когда Кутузда, помилует его Аллах, начал агитировать людей к джигаду на пути Аллаха, люди не увидели в этом слове нечто новое. Это то слово, которое выбрал наш Господь, Субханава Тааля, в свои священные книги. Около 35 раз встречается это выражение в Коране. Джигад на пути Аллаха. Повторите священный Коран. Если мы будем называть это другим словом, стесняясь или боясь его, то что же нам делать с этими почтенными аятами в книге нашего Господа, Субханава Тааля? Не говоря уже о хадисах нашего любимого посланника, Саллаллаху Алейху Салям, важно то, что в Египте сохранились эти две ценности. Ценность знаний и ценность джигада на пути Аллаха. Два этих качества сделали народ Египта восприимчивым к назиданиям ученых и готовым к выходу на джигад. Что, собственно, и сделал Кутузда, помилует его Аллах. В то время, как он пытается обучить народ, мотивировать и вдохновить его и присоединиться к армии мусульман, именно в это время, Субханаллах, пришло отвратительное, полное желче письмо от татаро-монголов, которые сейчас находятся в Газе. Кутузда, помилует его Аллах, находится у власти всего четыре месяца. К нему приходит это письмо во время этой большой подготовки. Ему нужно время, он хочет объединить ряды, консолидировать людей. Он хочет воспитать, обучить, подготовить людей. Нужно мобилизовать экономические, военные и политические возможности. Но не тут-то было, дорогие братья и сестры. Хочет народ или нет, хочет армия или нет, хочет правитель или нет, враги умма придут в страну мусульман. Внезапно для мусульман в это тяжелое время пришли татаро-монголы. Пришли, неся с собой письмо, которое угрожающе и зловеще кричало мусульманам о завоевании всего Египта от начала и до конца. Это довольно длинное письмо. Поэтому, иншаллах, команда Ансар-Медия в будущем планирует издать эту книгу. Итак, в ней было большое унижение Кутузы, да помилует его Аллах, с самого его начала, и явное объявление войны египтянам. В письмо Кутузу отчетливо грозили устроить такую же участь, как и аббасидскому халифу в Багдаде два года тому назад. Это письмо принесли четверо монгольских послов. Когда Кутуз, да помилует его Аллах, уже принявший решение о войне с татаро-монголами, прочитал это письмо. Он побоялся, что народ станет колебаться, что эмиры станут сомневаться, что те, кто составлял костяк египетской армии в это время, проявят нерешительность, поэтому в целях сжечь мосты и лишить их свободы выбора, он взял и убил этих послов татаро-монголов. Он убил всех четырех послов в качестве явного объявления Кутузом, да помилует его Аллах, войны против татаро-монголов. Тем самым для египтян не осталось никакого варианта для обратного пути. Война неизбежна, и египтяне с остальными мусульманскими союзниками вынуждены вступить в эту войну. Конечно же, мы должны обсудить тему убийства послов. Лично я, проанализировав случившееся, отмечу, несмотря на то, что я очень люблю Кутуза, вы даже не представляете как, но я должен сказать со всей ответственностью, что это убийство было ошибкой Кутузы, да помилует его Аллах, потому что убийство послов запрещено в исламе. И это несмотря на то, что сделали татаро-монголы до этого. Сколько бы мусульман они не убили, мусульмане не нарушают договоры. Мусульмане после того, как предоставили кому-то, кто несет письмо гарантию безопасности, не убивают его. Так поступил и наш посланник, саллиллаху алейхи вассалям, когда к нему пришли два посла от вероотступников, которые отвернулись от исламы после того, как были мусульманами. Но несмотря на это, пророк алейхи вассалям сказал, если бы вы не были послами, я бы казнил вас. Несмотря на то, что они вероотступники и заслуживают наказание, тем не менее посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сохранил им обоим жизни, так как они были послами. Вместе с тем я скажу, что у Кутуза были большие основания для этого. Убийство миллиона мусульман в Багдаде, пролитие крови миллионов и миллионов мусульман до и после Багдада, опустошение всего Шамы, стояние на пороге в Газе и открытое объявление войны. Все это может носить оправдательный характер. Однако в итоге я скажу, мусульмане ни в коем случае не должны втягиваться в грязные политические игры. Мусульманам постоянно следует придерживаться похвальных исламских нравов, чтобы мусульмане всегда оставались эталоном и образцом для подражания всем жителям земли. Важно то, что Кутузда помилует его Аллах. Тем самым открыто и бесповоротно объявил войну татарамонголам. Как вы думаете, как он подготовит свою армию? Как соберет людей? Какой будет реакция эмиров после убийства монгольских послов и война стала теперь неизбежной? Все это и не только мы узнаем по воле Аллаха в следующей серии. Ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Это 19-я серия из цикла «Истории о татаро-монголах». В прошлой серии мы видели враждебное отношение татаро-монголов к египетскому государству и их дерзкое письмо с угрозами, в содержании которого говорилось о завоевании Египта, чтобы продолжить идти дальше вглубь Африки. Мы видели деятельность Кутуза, как он побуждал народ встать на путь Аллаха и вести джихад до победного конца, пока татаро-монголы не будут изгнаны из земель мусульман. Мы видели яркую роль ученых, главным образом, Аль-Изза ибн Абдуссаляма, одного из крупнейших ученых-мусульман во всей истории. Мы рассказывали о значении великого джихада, которое сохранилось в сердцах египтян в это время и благодаря которому Кутуз смог убедить народ в его необходимости, напомнив им о светлой памяти Эль-Мансуры и Фарискуры, а также остальных великих и легендарных дней из богатой военной истории мусульман. Кутуз да помилует его Аллах, убил монгольских послов, как мы узнали из прошлой серии, хотя мы и сделали некоторую оговорку по поводу этого случая. Мы не оправдываем убийство послов, как бы то ни было, но это было ошибкой великого человека. Ведь велик тот человек, чьи ошибки можно сосчитать. Кутуз да помилует его Аллах, думал о том, как можно поднять весь народ на джихад на пути Аллаха. Нужно отметить, что не обязательно каждый человек должен вести войну с мечом в руках, но народ должен принять трудности войны, джихады на пути Аллаха, сложности, с которыми может столкнуться страна из-за продолжительной осады. Экономические трудности, проблемы в обществе, проблемы со здоровьем, имуществом, проблемы со многими аспектами жизни. Как Кутуз сможет убедить всех этих людей? Как он сможет заставить Эмира, Визиря или Командира выйти с ним на сражение, тогда как вероятность смерти слишком высока? Как он может подготовить мать к тому, что она потеряет своего сына или жену, что она потеряет своего мужа? Как он может подготовить любого простого человека к тому, что он лишится своих кровных средств ради того, чтобы его сторона стала крепче и чтобы она могла поднять свою голову на международной арене? Кутуз, да помилует его Аллах, использовал два крайне важных метода. Первый метод – воспитание на собственном примере. Воспитание на собственном примере – это, в принципе, наиважнейший и наиболее эффективный метод обучения. Что сделал Кутуз, да помилует его Аллах? На всеобщем собрании, в присутствии всех эмиров и визирей, он встал и сказал им коротко и ясно, «Я встречусь с татаро-монголами лично. Я, Аль-Малик Аль-Музафар, находящийся на троне всего лишь несколько считанных месяцев, который еще не извлек пользу от своего трона, как это делают другие правители и султаны, не получил никакой мирской пользы, я встречу татаро-монголов лично. Я молодой человек, у которого впереди еще длинная жизнь, как это принято. У меня впереди вся жизнь, полное удовольствий, власти и денег, но я решил лично встретиться с татаро-монголами». Кутуз, да помилует его Аллах, поступает так, чтобы четко и ясно показать, что он всецело посвящает самого себя этому делу ради Аллаха. Эти слова, произнесенные Кутузом, да помилует его Аллах, затронули чувство многих эмиров и командиров армии. Когда Кутуз, да помилует его Аллах, сделал это, все поняли, что он добивается этим лишь довольства Аллаха Аззаваджалля, потому как он не подверг бы себя такой смертельной опасности, выходя против самой крупной армии в мире на то время, если бы он не преследовал в своих действиях довольство Господа миров, стремление в рай и готовность принять мученическую смерть на пути Аллаха. Он понимал, что короткая жизнь с честью и достоинством лучше, чем вечная жизнь в унижении презренности. Он на деле, на практике, своей жизнью и своим собственным примером доказал истинность известного высказывания, действие одного человека оказывает больше эффекта на тысячу человек, чем слова тысячи людей на одного человека. На самом деле, когда Кутуз начал с себя в деле подготовки к джихаду на пути Аллаха и не стал посылать армию воевать с татаро-монголами, отсиживаясь спокойно в своем дворце, далеко от места сражений, Кутуз не поступил так, да помилует его Аллах. Таким образом, он воодушевил сердца многих мусульман. Во-вторых, он сказал им нечто весьма очень важное. Он обратился к ним, дорогие эмиры мусульман. Он обращается к эмирам и визирям, которые уже долгое время занимают свои высокие должности, кто-то несколько месяцев, а кто-то уже очень много лет. И он говорит им, о эмиры мусульман, много лет вы расходуете казенное имущество мусульман, а сейчас не хотите участвовать в сражении. Он говорит им, долгое время вы получали большие зарплаты, огромные богатства. Откуда вы собрали все это богатство? Исказный мусульман, и после этого вы еще отказываетесь от войны? Когда приходит время встать перед лицами врагов уммы и противостоять этой ужасной монгольской оккупации, вы пятитесь назад и отказываетесь сражаться на пути Аллаха? Он хорошенько встряхнул их, дорогие братья. Он видел их насквозь. Обязанности эмиров и визирей в это время потеряли все свое значение. После этого он сказал им, я же отправляюсь. То есть как? Я иду сам. Я же отправляюсь, тот, кто изберет джихад. Обратите внимание, он подчеркивает это слово именно джихад. Тот, кто изберет джихад, пусть идет со мной, а тот, кто не выберет этот путь, пусть вернется к себе домой. Затем он произнес важные слова. Он сказал, и Аллах видит каждого из вас. Видите, как он возвращает всех к правильным основам. Я не буду воевать из-за того, что Аль-Малик, Аль-Музафр, Кутуз повелел мне это делать. Я не буду воевать из-за того, что стыдно перед людьми быть дезертиром. И я не буду воевать, защищая свое богатство, свою власть и свое место. Я сражаюсь, потому что Аллах, аззаваджалля, наблюдает за мной. Аллах постоянно с нами, дорогие братья и сестры. И если предводитель смог добиться осознания народом и мирами и визирями того, что Аллах, аззаваджалля, смотрит на них и наблюдает за их действиями, то он добился успеха. Потому что Аллах, аззаваджалля, с ними и в Малом, и в Большом, и днем, и ночью, и в каждом городе или в селе в этом мире. Это так. Кутуз сказал им эти слова и возбудил ревность в их сердцах, добавив, и вина за семьи мусульман будет лежать на тех, кто не выйдет из вас. Когда татары-монголы войдут в страну и пленят женщины, детей и мусульман, вина всего этого будет на шеях тех, кто не выйдет на джихад на пути Аллаха. Он возродил в их сердцах любовь к Аллаху, аззаваджалля, желание получить степень мученической смерти, шахида на пути Аллаха и стремление в рай. Он напомнил им о божественном контроле за ними в каждый момент их жизни. Он вызвал в них ревность к своим семьям и семьям мусульман. Говоря все это, Кутуз все больше и больше задевал чувства верующих, пока в итоге он не встал и не сказал такие слова, после которых все мамлюки разразились, плачем и ответили, «Мы будем воевать с тобой на пути Аллаха». Он произнес золотые слова, слова, которые заслуживают быть принципом всей жизни. Он сказал, «Кто же позаботится об исламе, о эмира мусульман, если не мы?» Дорогие братья и сестры, если каждый мусульман искренне и честно скажет эти слова, исламская община никогда не придет в упадок. «Кто позаботится об исламе, если не мы?» Это индивидуальная ответственность каждого человека. Во времена слабости, трусости, безропотности и упадка духа, считая, что помощь придет откуда-то извне, придет из соседнего дома, придет из-за границы или даже и вовсе из чего-то внеземного, ожидая какого-то чуда из чудес, все ожидая и ожидая, и так прождав всю жизнь, дорогие братья и сестры. Искренний же мусульманин, мусульманин дальновидный и сознательный, прекрасно осознает значимость индивидуальной ответственности. Кто же позаботится об исламе, если не мы? Кто же поддержит эту религию, если не пошевелишься ни ты, и не я, и не каждый мусульманин, ревностник этой религии, дрожащий этим шариатом, стремящийся распространить эту прекрасную религию во всех уголках земли, переполнились сердца мамлюков чувствами, что они разразились плачем и встали вместе с Кутузом, да помилуют его Аллах, объявив, что они будут вести джихад на пути Аллаха. Они сказали это искренне, дорогие братья. Как вы думаете, все ли люди согласились вести джихад? Нет, некоторые люди замешкались, некоторые испугались, некоторые скрылись, а некоторые и вовсе сбежали из Египта. Кто-то бежал в Судан, кто-то в Хиджаз, а кто-то в своем бегстве дошел до запада арабского мира, Марокко. Представьте себе, они бежали, бежали далеко от всей этой истории со сражением, от всего того, что называлось джихадом на пути Аллаха. Как вы думаете, пытался ли Кутуз отговорить их от этого и вернуть их в строй? Думаете, он обратился к этим беглецам, уклонявшимся от военного призыва и дезертировавших из армии с требованием вернуться? Нет, в армии есть свои особые правила. Никто в армии не должен воевать под принуждением, никого нельзя заставить. Воин должен сражаться по своему собственному волеизъявлению и желанию. Дорогие братья, если бы эти малодушные капитулянты находились в составе армии, они бы подрывали ее устои изнутри. Они бы стали помощниками врагов этой армии. Наш Господь, Субханава Тааля, говорит в своей священной книге. Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконников. В нахождении лицемера в рядах мусульман заключается серьезный риск. Чревато неприятностями то, чтобы человек, поддерживающий на словах джихад, но в сердце скрывающий козни и заговоры против мусульман, выходил вместе с ними на сражение. Поэтому лучше, если такие люди сбегают до самого сражения. Если количество воинов в армии мусульман уменьшится и останутся лишь искренние и уверенные в обещании Аллаха Аззаваджалля, то это намного лучше, чем многочисленная военная сила, не придающая Аллаху значения и не отдающая ему должное. Поэтому Кутузда, помилует его Аллах, не стал им препятствовать. Он довольствовался теми, кто пришел по своей воле и желанию воевать с ним под знаменем ислама и вести джихад на пути Аллаха. Затем Кутузда, помилует его Аллах, взялся за экономическую сторону подготовки армии. В Египте в это время сложилась крайне тяжелая ситуация. Глубокий экономический кризис. Что же делать? Нам нужно приготовить оружие, нам нужно приготовить крепости, нам нужно приготовить армию и вооружить ее. Нужно обеспечить средствами всех жителей. Татар-монголы, возможно, возьмут страну в осаду. День, два, месяц, год. Мы ранее уже видели годы осады некоторых городов. Если это произойдет, справится ли народ с этой тяжелой экономической блокадой? Да, мы по максимуму подняли моральный и боевой дух народа, это самый превосходный способ добиться желаемого, снисхождение помощи Аллаха мусульманам. Но как Кутузу, да помилует его Аллах, подготовить свою армию материально? Откуда взять средства, чтобы подготовить армию качественно, по-настоящему? Кутуз, да помилует его Аллах, как обычно в таких ситуациях, в таких делах созывает совещание из знати народа. Каждую веку своей жизни, братья и сестры, он согласовывал с советом. В этом совете сидели мамлюки Бахрита рядом с мамлюками Муазитами, эмиры с визирями, а также ученые и факихи. Все крупные фигуры страны в науке, в интеллигенции, в политике, в администрации и в экономике. Он собирал этот консультативный совет перед каждым шагом в своей жизни. Он собрал всех и затем обратился к ним с вопросом. «Перед нами большая проблема. Нам нужно подготовить армию. Что нам делать?» Затем он озвучил свое предложение. Он предложил обложить народ налогом для того, чтобы подготовить армию к этой благородной цели. Это важная миссия – джихад на пути Аллаха. И в пользу обложения налогом в это время любой человек найдет оправдание, шариатское обоснование и понятное объяснение. Кутуз сказал это, но он ждал взгляд религии на это. Он ждал мнения ученых. Он не ждал мнения ученых лишь для того, чтобы дополнить общую картину. Некоторые ученые издают фетвы согласно прихоти правителя, что бы он ни пожелал. Однако ученые во время Кутуза да помилует его Аллах, во главе с Аль-Иззом ибн Абдуссалямом да помилует его Аллах, не были подобны таковым. И Кутуз да помилует его Аллах не был подобен правителям, которым нужно воображаемое поддельное шариатское решение лишь в качестве приукрашивания выбранного курса правления. Поэтому Кутуз да помилует его Аллах прислушался прежде всего с сердцем, а не только ушами, ко мнению ученых в этом вопросе. Аль-Изз ибн Абдуссалям в этот момент встал и произнес ценную, блистательную речь. Смотрите, что он сказал, да помилует его Аллах. Когда враги государства стоят у порога, когда в страну приходят враги, в нашем случае татаро-монголы, пришедшие в Египет, всему миру необходимо дать им отпор. Всему исламскому миру нужно объединиться в борьбе против врагов, так как они вошли на землю мусульман. Мусульмане обязаны отразить наступление оккупационных сил. Нет в этом сомнения, и все ученые солидарны с этим. Мусульмане обязаны освободить каждую пять земли, которую оккупировали в их странах, сколько бы времени не прошло. Это первая часть его фетвы. Затем он продолжил. И разрешено требовать от народа то, что поможет их оснастить. Дозволяется взять от жителей то, посредством чего будет вооружаться армия. С условием, слушайте внимательно, тут Аль-Из ибн Абдуссалям приводит удивительные условия. Обратите внимание, единственный налог в исламском обществе – это закат. Мусульмане выплачивают лишь закат и ничего больше, кроме некоторых особых случаев, одним из которых является именно этот случай, о котором говорит сейчас Аль-Из ибн Абдуссалям. Мы можем требовать от народа некоторое имущество сверх заката для определенной благородной и великой цели. Однако и в этом случае нужно отвечать двум условиям. Первое условие – чтобы в государственной казне не оставалось ничего. То есть нельзя требовать денег от народа, а затем взять и положить это в казну, не вооружая с помощью них войска. Эти средства собираются лишь по мере необходимости, и ничего из собранного нельзя откладывать в казну. Второе и очень важное условие – Аль-Из ибн Абдуссалям, да помилует его Аллах, говорит со всей строгостью и ответственностью, смело и решительно. Вы должны продать. Кому он обращается? Он обращается к Кутузу, да помилует его Аллах, правителю Египта и ко всем Емирам и визирям. Он обращается ко всему правительству в целом и говорит им, и вы должны продать все ваше имущество, всю вашу собственность. У каждого из вас по дворцу или по два. У вас верховые животные, у вас дорогие одежды, у вас редкие драгоценности и много денег, и еще много чего другого. Откуда это все? Все это из казны мусульман. На протяжении долгих лет вы получали высокие платы из казны мусульман. Так вот он сказал им. И вы должны продать все свое имущество, всю свою собственность. И каждый из вас должен ограничиться лишь своим конем и оружием. В этом деле вы должны скооперироваться с простым народом в равной степени. А если же вы возьмете средства у простых жителей, оставив имущество и дорогую собственность в руках командиров армии, эмиров и визирей, то тогда нет. Посмотрите на эту фетву. Посмотрите на смелость. Посмотрите на величие этих слов, дорогие братья. Мусульманский правитель не может обложить народ этим налогом, в то время как он вместе с правительством наслаждается всеми благами зажиточной жизни, прекрасными дворцами и огромным богатством. А людей, которые и так зарабатывают себе на жизнь с тяжелым трудом, еще и обязывают уплатить налог, чтобы подготовить армию к джихаду на пути Аллаха. Как отреагировал Куттуз, да помилует его Аллах. Хотя мы и сказали, что это удивительно смелая фетва, но еще более удивительна реакция на нее Куттуза, да помилует его Аллах. Он встал и необычайно уверенно сказал, да, я первый продам все, чем я владею. И он продал все, что у него было, да помилует его Аллах. Он продал свой дворец, он продал все свое имущество, все драгоценности, которые были у него. Он пожертвовал всеми своими средствами и оставил себе из всего своего богатства лишь своего коня и оружия. В этом за ним последовали и эмиры. И армия была подготовлена самым, что ни на есть шариатским образом. Братья и сестры, это победоносная армия. Армия, которая подготовлена и вооружена таким образом, эта армия непобедима. Как вы думаете, что сделал Куттуз после этих необыкновенных, но важных шагов, после этой блестящей подготовки? Где он собирался сразиться с татаро-монголами? И как отреагировали мамлюки на выбор Куттузом, да помилует его Аллах, место сражения? Все это и не только мы узнаем из следующей серии. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Это 20-я серия из цикла «Истории о татаро-монголах». В прошлой серии мы остановились на подготовке к Куттузам мусульманской армии, состоящей из мамлюков-бахритов, мамлюков-муаззитов, войск Дамаска, Хамы и остальных свободных войск с разных стран и городов. Мы остановились на том, что страна оказалась в экономическом кризисе, и на желание Куттуза обложить народ налогом, чтобы иметь возможность вооружить армию. Однако Аль-Из ибн Абдуссалям, да помилует его Аллах, издал смелую фетву о том, что нельзя финансировать армию со средств народа, если только все эмиры, мамлюки и сам правитель не продадут все свое имущество, чтобы чиновники в этом деле были наравне с простыми людьми. И только тогда, если армия будет все еще нуждаться в средствах, можно обложить народ налогом. Еще более удивительным, чем фетва Аль-Из ибн Абдуссаляма, да помилует его Аллах, был ответ Куттуза, да помилует его Аллах, который сказал, я продаю все, что имею в пользу армии мусульман. И действительно, он продал все, чем владел и оставил себе лишь своего коня и оружие. Так же поступили эмиры и визири. И все вдруг обнаружили, что удивительным образом для подготовки всей армии хватило средств эмиров и визирей, и Куттузу, да помилует его Аллах, даже не пришлось вводить новый налог. Люди увидели, что страна богатая и что денег много, просто весь этот денежный поток шел в определенном неправильном направлении. В итоге, аль-хамду лилля, средств хватило, и мусульманская армия была подготовлена. И теперь нужно подумать о практических шагах сражения. Где оно произойдет? Как оно произойдет? И какое место лучше всего подойдет для дислокации основной силы мусульманской армии? Куттуз, да помилует его Аллах, считал, что им необходимо выдвинуться и сразиться с татаро-монголами в Палестине. Что египетская армия вместе с союзными силами должна преодолеть все это расстояние от Каира до того места в Палестине, которое военные посчитают наиболее подходящим. В то же время, египетские эмиры, мамлюки и все остальные, кто владел словом, были не согласны с Куттузом в этом решении. Они считали, что будет лучше, если Куттуз будет воевать на территории Египта. Несмотря на разногласия в выборе локации, будет это Каир или Восточная пустыня или Синайский полуостров, или же любое другое место в Египте. Поводом для склонения к такому решению послужили две основные вещи. Во-первых, это сугубо националистический взгляд на вещи. Наша страна это Египет, а не Палестина. Так давайте же защищать свою страну, для нас важно это. А Палестину же пусть защищают палестинцы. Многие эмиры тогда придерживались этого мнения. Во-вторых, что немаловажно, если мы не выйдем из Египта, то, возможно, татаро-монголы по какой-либо причине не придут. Они увидят движение джихада, увидят подготовку армии, увидят Большую Синайскую пустыню, побоятся, что их армия погибнет, отвлекутся на что-то другое. Может случиться так, что боя и вовсе не будет. Мы не хотим воевать с татаро-монголами, кроме случая крайней необходимости. У нас есть шанс избежать войны с татаро-монголами, если мы останемся внутри страны. Кутузда, помилует его Аллах, имел абсолютно иное мнение на этот счет. Он встал и пояснил свою позицию эмирам, визирям, ученым, факихам и народу. Кутузда, помилует его Аллах, сказал, что роль Египта в данном случае сводится не только к обеспечению национальной безопасности. Вопрос не в национальности, не в происхождении и не в месте рождения. Это по-настоящему вопрос религии. Это вопрос ислама. Вопрос в том, что татаро-монголы завоевали земли мусульман. И весь мир, как сказал Аль-Из ибн Абдуссалям, весь мир обязан, имеется в виду весь исламский мир, встать на их пути. Именно поэтому Кутузда, помилует его Аллах, хотел выйти с армии для поддержки жителей Палестины, даже если татаро-монголы еще не вошли в Египет. Даже если мы представим, что татаро-монголы не хотели воевать с египтянами, то египтяне, в свою очередь, хотят воевать с ними, защищая свою хоть и не национальную, не союзную, но исламскую родину. Джигат на пути Аллаха, спасая мусульман в Палестине или в Сирии, или в Ираке, или в любой другой оккупированной татаро-монголами стране мусульман, это не услуга, не помощь и не добрый жест от жителей Египта по отношению к другим исламским странам. Это долг и обязанность мусульман. Так считал Кутуз, да помилует его Аллах. В этом его поддержали и ученые во главе с Аль-Изом ибн Абдуссалямом, да помилует его Аллах. К тому же за этим шагом стоят очень важные стратегические цели. Элемент внезапности. Если мы станем ждать татаро-монголов у себя в стране, они смогут выбрать место и ход сражения. Вместо этого мы застигнем их врасплох, отправившись в Палестину. Также нужно продумать план отступления. Если нам в Каире придется отступать, куда мы пойдем? Отступив, мы потеряем страну. А если мы будем отступать из Палестины, у нас будет несколько пунктов для отступления. Набор новой силы и возможностей противостоять монгольскому натиску. Вдобавок ко всему этому, безопасность египетского народа начинается от восточных границ. Как египтяне в это время смогут чувствовать безопасность как внутри Египта, так и за его пределами, когда Палестина будет захвачена таким грозным и мощным врагом, как татаро-монголы? Будь это татаро-монголы или любой другой враг с такой силой, это грозит серьезной опасностью для самого народа Египта. Поэтому Кутузу да помилует его Аллах, который тщательно анализировал все вокруг происходящее, Аллах помог сделать правильный выбор. Он настоял на том, чтобы отправиться в Палестину по этим озвученным большесоображениям. И совету из группы ученых, факихов и командиров армии пришлось с ним согласиться. Армия была готова выйти в поход из Египта в Палестину. Местом сбора войск была местность Ас-Салихия, к востоку от Каиры, куда отовсюду стягивались войска из юга и севера Египта, войска самого Каира, а также союзные сирийские войска. Армия начала свой путь в сторону севера, по северному побережью Синайского полуострова, направляясь в Палестину. На своем пути из Египта в Палестину, исламская армия столкнулась с большой проблемой. Проблема заключалась в том, что в Палестине, в Сирии и близлежащих регионах существовали некоторые крестовые княжества, где уже долгое время жили крестоносцы. Эти крестовые княжества представляли реальную опасность для исламской армии, которая идет воевать с татаро-монголами. Безусловно, самым опасным из этих княжеств было княжество Акка, Акра, на севере Палестины. Просим Аллаха о полном ее освобождении. Что с этим делать Куттузу? Перед ним татаро-монголы, которые скоро придут на него с войной. Перед ним также и крестоносцы, которые могут примкнуть к монгольской армии в этой войне. И тогда ситуация станет действительно чрезвычайно опасной. Давайте поразмышляем вместе с Куттузом и подумаем над тем, как можно разрешить подобную сложную ситуацию. Во-первых, в анализе Куттузам, да помилует его Аллах, крестоносцы были такими же врагами мусульман, как и татаро-монголы. Они оба враги мусульман, они оба воюют против мусульман и оба ведут оккупацию мусульманских земель. Да, возможно, мне нужно расставить приоритеты, но я всегда должен четко понимать, кто является врагом, а кто другом. В этой ситуации первый – это враг, а второй – тоже враг, так как они оба оккупировали землю мусульман. Возможно, даже крестовая оккупация опаснее татаро-монгольской. Несмотря на то, какие огромные территории были оккупированы татаро-монголами, сколько они пролили крови и совершили бесчинств, крестовая оккупация отличается от оккупации монгольской двумя важными аспектами. Первый – это то, что крестовая оккупация – это идеологическая борьба. Вопрос заключается в религии. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. Монгольская армия никогда не стремилась распространить свою религию. Татаро-монголы не занимались миссионерством. Они знали, что та религия, те нормы и догмы, которые им оставил Чингисхан, не имеют особой ценности и значения. Крестоносцы же призывали к христианству везде, куда они добирались. Хотя они и сталкивались со значительными трудностями в деле отдаления мусульман от их религии или их обращения в другую религию. Однако в их войнах, которые они вели уже очень долгое время, сохранялась идеологическая подоплека. Мы уже говорили в прошлых сериях, что между крестоносцами и мусульманами велись постоянные войны. Второй немаловажный момент – это то, что оккупация крестоносцами Сирии, Палестины и Турции была колонизацией. Это было не просто военной оккупацией. Люди вместе с солдатами стали жить на этих территориях. Их становилось все больше, и так, поколение за поколением. С тех пор, как крестоносцы начали жить в Палестине, сменилось уже 4-5 поколений. Все, они уже считают ее своей страной. Люди рождались, проживали всю свою жизнь и умирали в Палестине. Они даже не видели Европы, не видели ни Франции, ни Италии, ничего другого из тех королевств, из которых их предки ранее прибыли сюда. Все, это стало их родиной. Они уже благоустроились в этой стране. Татаро-монголы же вели лишь военную оккупацию. Весь народ, сами татаро-монголы, жили в Монголии или в Китае. А солдаты монгольской армии, хоть и находятся довольно долго на мусульманских землях, они все равно в итоге уйдут. Как на примере с Андалусией, если вы взглянете на ее территорию, то найдете такой же сценарий. Вы увидите, что крестоносцы оккупировали и колонизировали земли Андалусии. Поэтому с уходом мусульман в Андалусии исчезла и вся память об исламе. Таковой была и крестовая оккупация. Такая же оккупация происходит сейчас со стороны евреев в Палестине. Просим Аллаха о ее полном освобождении. Это первый вопрос, которым задался Куттус. Татаро-монголы враги, а также крестоносцы, которые оккупируют наши земли, тоже враги. Второй вопрос. Вполне вероятен союз крестоносцев с татаро-монголами. Мы видели не одну попытку союза крестоносцев с татаро-монголами еще со времен самого Чингисхана. Эти попытки никогда не прекращались. Затем мы видели это сотрудничество на деле при взятии Багдады. Мы видели князя Антиохии, Антакхии, Боэмунде, а также правителя Армении Хитуме. Мы видели крестьянского полководца татаро-монголов Китбугу. Мы видели сотрудничество с крестьянами в Дамаске. Мы видели очень много подобных союзов с татаро-монголами. Есть большая вероятность того, что княжества крестоносцев станут сотрудничать с татаро-монголами в этой войне против мусульман. И тогда это обернется большой бедой для последних. Третий вопрос, который также волновал Куттуза, и который также очень важен, это то, что княжества крестоносцев в Сирии и Палестине недолюбливали татаро-монголов. Подобно тому, как крестоносцы ненавидят мусульман, точно так же они ненавидели татаро-монголов. Татаро-монголы, к вашему сведению, вырезали сотни тысяч и даже миллионы христиан в Восточной Европе. Да, это были православные христиане, а не католики. Тем не менее, они были христианами. А затем, как мы уже рассказывали ранее, они назначили православного патриарха над католической церковью, чего ранее в истории никогда не случалось. Это привело к некоторым волнениям, беспокойствам и абсолютной неприязни во всех крестовых княжествах. Однако Боэмунд был, как говорится, реалистом, и ему ничего не оставалось, кроме как смириться с этим, потому что он осознавал свое ничтожное положение по отношению к этому огромному монгольскому королевству. Но обратите внимание, что крестовые княжества, в частности княжества Акка, были ревностными католиками. Они очень строго придерживали свои религии. Поэтому они были категорически против того, чтобы православный патриарх возглавлял католическую церковь. Им очень не понравилось то, что татаро-монголы, придя в Сирию, вмешивались во внутрирелигиозные дела, в которых они мало что понимали и навязывали там свою волю. Это воспринималось как унижение крестоносцев. Также после прихода татаро-монголов, мы замечаем попытки князей Бейрута и Сайды, Сидоны, расширить границы своих владений за счет близлежащих исламских сел и городов, полагая, что сейчас для этого самое время. Но они натолкнулись на сильную преграду в лице татаро-монголов, которые считали, что все эти территории теперь безраздельно принадлежат исключительно им, и это они позволили крестоносцам тут жить. Поэтому, когда князья Сидона и Бейрута взялись за эту инициативу, Кейт-Буга отправился в Сидон и Бейрут и разрушил два этих города. Это сильно повлияло на дух крестоносцев, и они почувствовали, что перед ними стоит большое чудовище, которое проглотит всех мусульман и крестоносцев в регионе, как это было сделано ранее в Европе. Кутус также брал в расчет, что несмотря на то, что ранее крестоносцы сотрудничали с татаро-монголами, они все-таки очень боялись их и прекрасно знали, что с татаро-монголами нельзя иметь никаких дел. Также важным пунктом в аналитике является то, что крестоносцы Акки обессилены. Со времен сражений при Эль-Мансуре и при Фарискуре, когда было убито большое количество воинов, армия крестоносцев значительно ослабла. В своем походе на Думьяд, а затем на Эль-Мансуру, Людовик IX пользовался большой поддержкой крестоносцев Акки и других сирийских княжеств. Тогда было уничтожено большое количество солдат крестовой армии, и княжества, лишившиеся такого большого числа воинов, оказались в большом упадке морального духа и в плохой экономической ситуации. Их немощное положение не позволяло им вести длительное сопротивление против мусульман. Пятый и последний пункт в аналитике. Ут-Тузда, помилует его Аллах, знал, что Акка – это очень укрепленный в оборонительном плане город. Возможно, даже это был самый хорошо укрепленный город во всей Сирии. Для того, чтобы понять, насколько качественно этот город был укреплен, достаточно упомянуть тот факт, что город Акка был захвачен еще в 492 году по хиджри. А мы говорим о событиях 658 года по хиджри. То есть со дня его оккупации прошло уже целых 166 лет. Лидеры мусульман с давних пор, еще со времен Амадуддина Занги, Нуруддина Махмуда, Салахуддина Аля Юби, все они и последующие предводители пытались освободить Акку, но никто так и не смог этого сделать. Этот город был действительно неприступным. Поэтому Куттус считал, что если он возьмет в осаду этот город, то ему придется потратить не один месяц у стен этого города крепости Акке. Давайте же теперь расставим все эти карты рядом друг с другом и посмотрим, как мог рассуждать Куттус. Крестоносцы слабы, хотя и обладают хорошо укрепленным городом. Они могут сотрудничать с татаро-монголами, хотя и недолюбливают их. Куттус допомилует его Аллах, расставил цели и прикинул, что ему делать. Он имел общие и поэтапные цели. Его общая цель заключалась в освобождении всех земель мусульман от всех врагов, кем бы они ни были. Татаро-монголы, крестоносцы, иудеи, любое религиозное или политическое движение, враждующее с мусульманами и захватившее хоть малую долю исламских земель, должны быть изгнаны и территории должны быть возвращены. Тем не менее, существует такое понятие, как поэтапные цели. Существуют приоритеты. Перед ними сейчас главный враг, это татаро-монгольская армия. У нас есть и малый враг, крестоносцы. Они слабее татаро-монголов. Они на данный момент являются меньшей проблемой, чем татаро-монголы. Куттус да помилует его Аллах, решил заключить договор с крестоносцами, чтобы нейтрализовать возможный союз крестоносцев с татаро-монголами и иметь возможность бросить все свои силы на борьбу с татаро-монголами. И только после этого, в скором времени, после того, как мы уладим все проблемы с огромной монгольской армией, мы подумаем о том, что делать с крестоносцами. Он решил вести переговоры о мире и действительно отправил большую дипломатическую миссию в АККО, чтобы обсудить временное перемирие, до тех пор, пока не будет завершена война с татаро-монголами. Делегация отправилась к крестоносцам с предельно ясным посланием. Крестоносцы хотели полного, как это называется, вечного мира. Однако Кутузда, помилует его Аллах, настоял на том, чтобы перемирие было временным. Потому что мусульманам нельзя заключать договор с врагом, подтверждая тем самым легитимность их власти на землях мусульман. Только временное перемирие, 10 лет, 5 лет, 3 года, определенный промежуток времени до завершения определенной задачи. Так мусульмане настояли на том, чтобы перемирие было лишь временным. Чтобы после этого мусульмане не были обвинены в нарушении договора. Крестоносцы с радостью приняли это предложение. Заключить перемирие с мусульманами и не участвовать в войне против мусульман. Они даже предложили мусульманам свою помощь в войне против татаро-монголов. Но Кутузда, помилует его Аллах, отказался принять эту помощь. Он, конечно, не мог доверять крестоносцам и их присутствию в рядах армии. Это могло повлиять на воинов и на исход сражения. Кутузда, помилует его Аллах, к тому же использовал два очень важных средства – кнут и пряник. После завершения дипломатических переговоров, он пригрозил им, что если договор будет нарушен, то я обрушусь на вас после того, как разберусь с татаро-монголами. Посмотрите на его уверенность. Он верит, что Аллах поможет ему одержать победу над татаро-монголами. И после этого он возьмется за крестоносцев и точно так же разобьет и их. А в качестве пряники он пообещал, что после того, как он одолеет татаро-монголов, продаст им часть трофеев и хороших монгольских лошадей по низкой цене. Максимально уверенно, дорогие братья. Крестоносцы согласились с этим. И исламская армия вышла и была уже на расстоянии нескольких километров от Газы. Как вы думаете, что произойдет в Газе? Что случится с монгольскими пограничниками в оккупированной Газе? И что случится с основной армией татаро-монголов во главе с Китбугой? Это и многое другое мы узнаем по воле Аллаха из следующей серии. Ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Это 21-я серия из цикла «Истории о татаро-монголах». Из прошлой серии мы узнали, что Кутуз решил выдвинуться из Египта в Палестину для сражения с татаро-монголами. Мы упоминали о мотивах, сподвигших Кутуза на это. Он считал это личной ответственностью, долгом и обязанностью по отношению к притесненным мусульманам в Палестине, Сирии, Турции, Ираке и в других странах мусульман. И что необходимо освободить каждую пять с земли мусульман, даже если это не в родном Египте. Кутуз повел армию в направлении Палестины через Синайский полуостров. Этот поход состоялся в июле 1260 года по Григорианскому календарю, что соответствует месяцу Шахбан 658 года по Хиджри. Поэтому погода стояла жаркая, что напоминало о годовщине битвы при Табуке, джихаде мусульман и их славных легендарных победах. Кутуз подошел к Палестине, нейтрализовав до этого, как было сказано, крестоносцев в могущественном княжестве Акка. Он договорился с ними о временном перемирии, чтобы они не выходили из своих крепостей, пока мусульмане не завершат сражение с татаро-монголами. Кутуз двигался во всеоружии. Что это значит? Армия двигалась в такой форме, которой в любой момент могла встретить врагов. Если вдруг произойдет внезапная атака на исламскую армию, она была готова к сражению. Авангард на своем месте, правый фланг на своем месте, левый фланг, главные силы, ариргард, тыл. Все было упорядочено. Армия шла в полной мобилизации, так как будто она уже на поле боя. Всю дорогу они были на чеку. Кутуз использовал все средства, да помилует его Аллах. Он придумал новый, незнакомый до сели метод построения армии. Он полностью отделил авангард армии от остальных сил. Сам авангард был увеличен, и в нем находились лучшие группы мусульман. Руководить этим войском он назначил Рукнуддин Абийбарса, да помилует его Аллах, лучшего полководца в исламской армии. Он назначил его командиром этого отряда, увеличил количество воинов авангарда и отделил его от остальной армии. Какова была цель этого? Цель заключалась в том, чтобы монгольские разведчики, патрулирующие дорогу, увидев авангард, посчитали, что это и есть вся армия. И основываясь на этом небольшом количестве воинов, татаро-монголы начнут строить свои планы. В то же время он выбрал лучших воинов, самых искусных воинов и командиров для этой группы, для того, чтобы, если ей вдруг придется вступить в бой с татаро-монголами, она могла бы одержать верх, хотя бы временно, что в свою очередь, несомненно, поднимет боевой дух мусульман и окажет отрицательный эффект на моральный дух татаро-монголов. В Газии находилась небольшая пограничная застава татаро-монголов. Основная часть монгольской армии базировалась в долине Бекка, в Ливане, на расстоянии около 300 километров от Газы. Когда Кутуз, да помилует его Аллах, пересекший египетско-палестинскую границу, вместе с армией с идущим впереди авангардом, прошел мимо городов Дейр-аль-Балах и Хан-Юнис, и вплотную приблизился к Газии, монгольские разведчики обнаружили мусульманский авангард. И ровно как и планировал Кутуз, да помилует его Аллах, они посчитали, что это и есть вся исламская армия. Тогда монгольские пограничники вступили в бой с авангардом мусульман. Мусульманский авангард показал себя крайне уверенно и вступил в один из величайших сражений мусульман, хоть даже само сражение было простым и небольшим. Мусульмане одержали в нем сокрушительную победу над татаро-монголами, часть из которых была убита, а остальные сбежали в сторону севера. С донесением Кит-Буге, находившемуся в долине Бека, что мусульмане пришли воевать с татаро-монгольской армией. Хоть это и было небольшим достижением, эта победа сильно подняла боевой дух мусульман. Некоторые историки очень принижают значение этого сражения в Газе. Однако, субханаллах, это было одним из самых блестящих сражений в истории ислама, несмотря на то, что само сражение было небольшим и длилось не больше пары часов. Почему? Потому что оно сломило тот психологический барьер, который был у мусульман. Они говорили, если тебе кто-то скажет, что татаро-монголы терпят поражение, то не верь этому. Такая ходила молва в исламских странах. Сейчас же, если тебе кто-то скажет, что татаро-монголы терпят поражение, ты поверишь этому. Вот они потерпели поражение в сражении при Газе, хоть это и был небольшой локальный бой. Мы не умаляем значимости таких мелких побед, мы не преуменьшаем их значение. Ведь они положительно сказываются на армии мусульман и отрицательно на армии их врагов. Группа спасшихся бегством солдат вернулась к Китбуге и доложила ему об исламской армии, идущей с юга, и что она одержала победу в сражении в Газе. Китбуга был вне себя от ярости. Он тут же мобилизовал свою армию и решил пойти и сразиться с мусульманами. Больше всего Китбугу бесило то, как мусульмане вообще могли подумать о войне с татаро-монголами. Субханаллах. Будто бы те, кто противостоят оккупации, неправы в том, что они сопротивляются. Будто бы тот, кто поднял меч, чтобы защитить свою честь, своих детей, свою семью, свой город, свою родину, и все святое для него, совершает большую ошибку, когда делает это. Правильнее всего будет то, чтобы люди подняли свои руки и полностью подчинились воле татаро-монголов, которые завоевали земли мусульман. Китбуга со своими воинами шел и задавался вопросом, кто это может быть такой, кто поднимает знамя джихада против него. Кутузда помилует его Аллах, вместе со своей армией направился в сторону Средиземного моря. Он прошел мимо красивых мусульманских городов, таких как Яффе, просим Аллаха о ее освобождении. Вы должны знать город Яффе, непосредственно к северу от него сейчас находится город Тель-Авив. Он прошел мимо этого города Яффе, он прошел мимо городов Туль-Карм, Ашкелон, и был уже совсем близко к Акке. Естественно, он не хотел встречаться с татаро-монголами вблизи Акке, но он хотел удостовериться, что договор, заключенный мусульманами с крестоносцами, все еще в силе. Ведь если крестоносцы нарушат его, мусульмане окажутся между татаро-монголами и крестоносцами, как между молотом и наковальней. Он пришел сюда и отправил делегацию из эмиров мусульман в Акку, чтобы удостовериться, что они продолжают держать свое слово. Крестоносцы убедили их, что они верны договору, и что они не собираются вступать в бой на стороне татаро-монголов. Мусульманская делегация вышла из города и прибыла к Кутузу, да помилует его Аллах, который разбил свой лагерь к востоку Акке на равнине окружавшей княжества Акка. Когда они прибыли, они сказали ему нечто удивительное. Они сказали, это наш шанс. Когда мы вошли, стало ясно, что княжество Акка сейчас, это строго исключительно военный взгляд самых лучших военачальников Кутуза, да помилует его Аллах. Княжество Акка сейчас находится в очень слабом состоянии. Будь то крепости или стены города, которые уже очень давно не восстанавливались, будь то воины, будь то моральный дух, все. Это очень хороший шанс взять Акку. Что же ответил Кутуз, да помилует его Аллах? Он дал строгий, ясный и однозначный ответ. Мы не нарушаем договоры. Аллаху Акбар. Взгляните на Кутуза, да помилует его Аллах. Он сам лично пошел на то, чтобы заключить временное перемирие с крестоносцами, пока не решится вопрос с татаро-монголами. Сейчас он не хочет нарушать договоренность с крестоносцами, хотя этот мусульманский город был завоеван уже больше 166 лет. И хотя сами крестоносцы уже не раз нарушали договора. Ведь сам Людовик IX собирался завоевать Египет, хотя ранее был принят пакт о 10 лет ненападении на мусульман. Несмотря на это, Кутуз продемонстрировал ясную исламскую истину. Политика в исламе регулируется высоким исламским нравом и этикой. Мы не нарушаем договоры. Он остался верным своему слову даже по отношению к крестоносцам, которые уже очень давно находятся на захваченных ими мусульманских землях. Кутуз, да помилует его Аллах, начал подыскивать локацию, на которой произойдет великое и легендарное сражение между ним и армией татаро-монголов. Он отошел на юг и нашел, что лучшим местом для сражения с татаро-монголами будет долина под названием Айнджалут. Долина Айнджалут находится посередине между двумя городами Бейтшеан, Бисан, на севере, и Наблус, на юге. Город Бисан находится примерно в 20 километрах к северо-востоку от Айнджалут. Что из себя представляет долина Айнджалут? Если вы взглянете на долину Айнджалут, то в военном плане это был прекрасный выбор для сражения. Просим Аллаха освободить ее. Сейчас она, конечно же, оккупирована евреями на землях Палестины. Долина Айнджалут похожа на лошадиную подкову. Она открыта с севера и окружена холмами с востока, запада и юга. Это довольно высокие холмы, покрытые деревьями, лесом. Это место просто идеально подходило для засады и ловушек. Вся исламская армия могла скрываться на этих холмах и оставить вход с севера открытым, чтобы заманить монгольскую армию и устроить сражения в этом месте. А затем окружить татаро-монголов всей армией. Было выбрано это место, и интуиция Кутуза, да помилует его Аллах, не подвела его. Именно в выборе и определении места сражения заключается уже половина победы. Кутуз, да помилует его Аллах, начал подготавливать свою армию в этом месте. И было очень удивительно, что до сих пор татаро-монгольская армия все еще не прибыла в Айнджалут. Ведь если взглянуть на карту, мы увидим, что расстояние между долиной Бека и долиной Айнджалут составляет около ста километров. Татаро-монгольская армия должна была пройти этот путь за два, максимум за три дня. Татаро-монгольская армия же проделала этот путь за целый месяц, дорогие братья. Целый месяц Кетбуга, большой, опытный, искусный полководец, шел со своей армией, которая покорила почти весь мир тяжелыми и медленными шагами. Он никогда в жизни не представлял, что мусульмане сражаются, держа в руках мечи. Он всегда видел лишь спины мусульман. Он видел, как мусульмане бегут, видел, как они спасаются, охваченные страхом, видел, как они вручают ключи от городов, которые татаро-монголы брали без намека на сопротивление и без малейшего труда. Сейчас же, кто-то из них поднимает знамя джихада на пути Аллаха. Это вселило страх в сердце Кетбуги и в сердца его монгольских воинов. Прав был наш любимый посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда сказал, «Мне была оказана помощь страхом, который охватывает сердца моих врагов, находящихся от меня на расстоянии месяца пути». То есть еще до того, как исламская армия дойдет до поля боя, искренняя исламская армия, которая поднимает ясное знамя исламы во имя ислама, такой армии будет поддержка в виде страха, который будет вселяться в сердца их врагов еще за месяц до того, как они встретят исламскую армию. Кутуз, да помилует его Аллах, завершал последние подготовления, выравнивал ряды, расположил правый и левый фронт на холмах, а основную силу вместе с Арьергардом на южной стороне долины Айнчалут. И в это самое время, субханаллах, происходят удивительные вещи. К нему приходит огромное количество палестинских добровольцев, которые пришли сражаться на пути Аллаха. Где все они были, когда маленькое татаро-монгольское войско завоевало всю Палестину от севера до юга, вплоть до Газы, края Палестины, где все они были несколько месяцев назад. Что заставило их выйти сейчас и почему они сидели до этого, сложа руки, дорогие братья? То, что имеет огромное значение, это пример для подражания. Урок на собственном примере. Когда они увидели настоящего правителя, молодого султана, который пожертвовал всем, что у него есть, идет сражаться на пути Аллаха, этого одушевило мусульман. В людях, братья мои, много хорошего. Клянусь Аллахом, в каждом мусульманине есть что-то хорошее. Просто им нужен тот, кто направит их. И лучший способ сделать это, это показать им собственный пример. Именно поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствует, всегда был в первых рядах. Али ибн Абуталиб, да будет доволен им Аллах, говорил, когда битва разгоралась со всей силой и ситуация становилась очень сложной, мы прятались за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Представьте себе, когда сражение ужесточалось, мы прятались за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, потому что он выступал впереди нас всех и сражался с врагами в первых рядах, да благословит его Аллах и приветствует. Об этом есть множество рассказов. Этому посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обучились и выдающиеся полководцы, личности, изменившие ход исламской истории. У Халлида ибн Аль-Валлида, да будет доволен им Аллах, знаком к началу сражения было именно то, что он сам лично приступал к сражению, кем бы ни были эти противники. Именно так выглядят победоносные армии. Эти добровольцы в большом количестве хотели присоединиться к армии мусульман. Они не пошевелились до этого с Ан-Насром Юсуфом Аля-Юби. Они не ударили палец о палец любым из пустых лидеров, объявлявших джигад, намеревая сбежать, как только приблизятся враги. Однако все они вышли вместе с Кутузом, да помилует его Аллах. Кутуз, да помилует его Аллах, посмотрел на этих добровольцев и увидел, что большинство из них не обладают опытом ведения боя и военным искусством. Поэтому он поручил им задачи по обслуживанию, такие как переброска и переноска оружия, стрел и копий, унесение раненых, подача провизии, еды и питья. За множество важных дел, которыми должна была заниматься часть искусственных воинов, теперь будут ответственны эти добровольцы и все воины смогут посвятить себя своему делу, сражению на пути Аллаха. Даже те палестинские добровольцы, которые не могли сами сражаться или участвовать в обслуживании воинов, нашли себе достойное и похвальное занятие для помощи исламской армии. Знаете, что они сделали? Палестинские крестьяне, женщины и мужчины, окружили долину Айнджалут со всех сторон и спрятавшись вместе с укрывавшимися там воинами, ждали часа битвы, чтобы, подняв руки к небу, молиться за эту сражающуюся армию и громко прославлять Аллаха, быть может он не спошлет свою помощь этой великой армии, совершающей джихад на пути Аллаха. Естественно, эта картина глубоко тронула сердца мусульман, и они действительно устремились к шагаде, к мученической смерти на пути Аллаха. Большая разница в Аллахе, дорогие братья и сестры, между тем, кто сражается до смерти и тем, кто сражается, чтобы избежать этой смерти. Большая разница между тем, кто ищет смерти на пути Аллаха и тем, кто воюет, стремясь остаться в живых. Мусульманские воины сражались по принципу «либо победа, либо шагада» , а враги сражались по принципу «либо победа, либо бегство». Вот, чем отличались воины мусульман от остальных воинов. Кутузда, помилует его Аллах, вел свою подготовку на 24-й день Рамадана, когда услышал, что татаро-монгольская армия подошла уже совсем близко к Айнжалуту. Таким образом, мы говорим о 24-м дне месяца Рамадан. В день, который предшествовал этой легендарной битве между мусульманами и татаро-монголами, Кутуз приложил немало усилий в расположение войск, их подготовке, в подготовке блестящего военного плана, используя таким образом все возможные средства, чтобы одержать верх в этой встрече. В то время, как они были заняты подготовкой, к ним пришел гонец от цари Муддина Айбега. Кем был этот царь Муддин Айбег? Знаете ли вы это? И никто в исламской армии не знал этого человека. Его не знал ни Кутуз, ни его эмиры, мамлюки Бахриты, мамлюки Муиззиты и ни эмиры Шама. Этот человек не был известен никому. Тем не менее, от него пришло письмо. Что же говорилось в этом письме? В письме было следующее. «Не бойтесь татаро-монгольской армии. Кулагу забрал с собой в Тибриз немалое количество умелых бойцов. То войско, которое осталось сейчас, это не та огромная армия, которая ранее покорила полмира». Конечно же, это была очень ценная информация. Она еще больше укрепила боевой дух мусульман. Далее в своем письме он писал, «И правый фронт татаро-монгольской армии сильнее, чем их левый фронт». Следовательно, левый фронт мусульман должен был быть сильнее, чем их правый фронт, чтобы оказать достойное сопротивление этому опасному правому фронту монгольской армии. Далее он писал, «И Ашраф Аляюби изменил свое решение. Ашраф Аляюби, эмир Хомса, которому Хулагу подарил Алеппе, этот эмир, который сотрудничал с татаро-монголами, пересмотрел свое решение, и он займет сторону мусульман». То есть он сделал вид, что он на стороне татаро-монголов, а непосредственно перед боем с мусульманами примкнет к их армии. Естественно, хотя эту информацию никто не мог подтвердить и лишь Аллаху была известна о ее достоверности, это также послужило воодушевлению мусульман и поднятию их по его духу. Почему именно в это время? К чему вся эта поддержка? Субханаллах! Все это было признаком того, что Аллах Аззаваджалля доволен этой искренней группой воинов, готовых сразиться на пути Аллаха. Они не знали, правда это или ложь. Но мы выясним далее, что вся эта информация правдива, и что этот царь Муддин Айбек был одним из пленников татаро-монголов, который заставил их поверить, что он будет работать на них, хотя в душе он скрывал ислам, и как только он узнал о беспристрастной мусульманской армии, он отправил им это письмо. Эту великую ночь Кутузда помилует его Аллах, а вместе с ними вся его армия провела в молитвах, мольбах к Аллаху Аззаваджалля. Я почти уверен, что Кутузда помилует его Аллах, испытывал такие же чувства, как и Халид ибн Аль-Валид, да будет доволен им Аллах, в эти ночи, предшествовавшие джихаду на пути Аллаха. Перед завершением этого эпизода приведу вам слова Халид ибн Валид, да будет доволен им Аллах, которыми он описывал самые лучшие ночи и самые счастливые дни в его жизни. Он говорил, ночь, в которой ко мне приводят невесту, которую я люблю, или ночь, в которой мне сообщают о моем новорожденном сыне, не является для меня более желанной, слушайте внимательно, мои братья, не является более желанной для меня, чем суровая морозная ночь, в которой я вместе с группой махаджиров собираюсь на рассвете атаковать врагов Аллаха. Самыми счастливыми ночами, Халид ибн Валид, да будет доволен им Аллах, являются эти тяжелые ночи, холодные ночи, где он вместе с группой махаджиров, небольшим войском простых и слабых людей, с которыми, однако, Всевышний Аллах собирается выступить против врагов Аллаха. Это самые счастливые ночи Халид ибн Валид, и самые счастливые ночи Кутуза, да помилует его Аллах. Просим Аллаха, аззаваджалля, даровать нам ночь из Чайхалид ибн Валид, ночь, как накануне битвы при Айнджалут. Ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. С вами 22 серия из цикла истории о татаро-монголах. В прошлой серии мы рассказывали о подготовке Кутузам театра военных действий в Айнджалуте. Мы видели, как он расположил правые и левые фланги, арьергард и основные силы армии. Видели, как он все предусмотрел на поле битвы, прежде чем была татаро-монгольская армия. Видели, как он всю ночь провел в молитвах, взывая в своих дуа к Аллаху аззаваджалля. Видели, как Господь, Субханава Тааля, послал гонца в очень неожиданное время, который раскрыл некоторые детали о татаро-монгольской армии. Этот гонец прибыл от Саримуддина Айбега, как было сказано в предыдущей серии. Вот и все, настало утро 25 дня Рамазана 658 года по хиджри. Хорошо запомните эту дату. Это один из величайших дней в истории исламы. Одна из самых важных дат во всей исламской истории. 25 Рамазана 658 года по хиджри. В этот день мусульмане поднялись очень рано, еще до наступления времени утренней молитвы. Они продолжили совершать ночные молитвы, как и накануне, молить Бога в своих дуа о помощи. После наступления времени утренней молитвы вся армия помолилась. А затем Кутузда помилует его Аллах, выравнивал ряды воинов, пока не взошло солнце. А после восхода солнца мусульмане вдалеке увидели татаро-монгольскую армию. Татаро-монгольская армия шла с заносчивостью, с тщеславием, высокомерием и решительностью. Это была крупнейшая армия в мире на то время. Это крупнейшая империя, которая когда-либо существовала на поверхности земли. Эта империя от Кореи до Польши. Нечто невообразимое, дорогие братья. Эта армия покорила почти весь мир. Эта армия завоевала половину исламского мира, половину Европы, всю Русь. Эта армия, которая почти никогда не проигрывала сражений. Да и проигранные ее сражения были всего лишь локальными и временными, не имеющими большого значения относительно ее военной мощи. И вот пришла эта армия во главе с Китбугой, опытным военачальником, другом самого Чингисхана. Представьте себе, он воюет со времен Чингисхана, он является командующим армией. Он уже довольно преклонного возраста, ему около 60 или 70 лет на данный момент. Куттузда, помилует его Аллах, приказал приготовиться к этому великому моменту. Он велел авангарду своей армии спуститься к долине и направиться к северу, чтобы встретить татаро-монгольскую армию. Все это было заранее тщательно запланировано и происходило поэтапно в три шага. Первая часть плана состояла в том, чтобы татаро-монгольскую армию встретил мощный авангард исламской армии и стойко сражался с ней, покуда хватит сил. Один лишь авангард, представьте себе. Этому мусульманскому авангарду нужно было принять на себя сильнейший удар татаро-монгольского натиска на промежуток, точное время которого было известно лишь одному Аллаху. Этот авангард состоял из самых умелых бойцов исламской армии, как вы знаете, и во главе него стоял Рукмуддин Бейбарс. Кутуз, да помилует его Аллах, приказал им скрыться за северным проходом. И когда вдалеке показалась армия Кит-Буги и стала приближаться к долине, Кутуз, да помилует его Аллах, приказал войску авангарда мусульман выйти им навстречу. Обратите внимание, он не хотел, чтобы татаро-монгольская армия вошла в долину, пока она не увидит авангард мусульман. Почему? Он хотел показать тем, что исламская армия небольшая, что она представляет собой лишь этот авангард. Особенно, потому что татаро-монгольская разведка, которая была в Газе и потерпела поражение от мусульман, передала информацию Кит-Буге, что исламская армия состоит из стольких-то воинов, описывая лишь ее авангард. Потом Кутуз, да помилует его Аллах, повелел этой группе показаться. А еще чуть раньше, незадолго до этого, он приказал выйти группам мамлюкских военных музыкантов. Это были особые, специальные группы. Эти группы подчинялись непосредственно приказам самого Кутуза. Каждый удар этих музыкантов по барабанам, по цимбалам, любая игра на трубе и остальных инструментах, каждый мотив что-то означал на поле боя. Один удар означал движение правого фланга. Второй удар означал движение левого фланга. Третий удар означал спуск одной группы. Четвертый – другое. Одна тональность означала наступление, вторая – отступление. Некоторые звуки указывали на определенные тактики, а другие – на альтернативные. Кутуз, да помилует его Аллах, при помощи этого военного музыкального оркестра, руководил ходом всего сражения. Я хочу, чтобы вы представили себе эту атмосферу. Представили, как вы видите перед собой все происходящее и слышите звуки музыкального сопровождения мамлюкского военного музыкального оркестра. И вдобавок ко всему этому, это также вселяло сильный страх в сердца татаро-монголов, которые слышат эти громкие удары на поле боя. Они в первый раз в своей жизни видели подобное. Итак, Кутуз, да помилует его Аллах, отдал указание, началось музыкальное сопровождение, и группы мусульман стали спускаться друг за другом. Первой спустившейся группой из авангарда мусульман была группа, которая, Субханаллах, была одета, как это впоследствии описывал Саримуддин Айбек, который присоединился к армии мусульман к концу сражения. Описывая эту группу, он сказал, «Спустилась группа в красно-белых одеждах. Все члены группы были облачены в красно-белые одеяния. И одеяния эти были крайне изысканны, роскошные наряды. Субханаллах, как будто они идут на военный парад. Никакого страха, волнения и беспокойства. Они идут абсолютно невозмутимые. И, как описывает Саримуддин Айбек в своем рассказе, они были облачены в роскошные и красивые доспехи. Украшенное оружие, великолепная кольчуга, стройные лошади. Все выглядело просто безупречно. Они смотрелись по-настоящему шикарно, не было похоже на то, что они боятся или опасаются татаро-монгольской армии. Настолько, что Саримуддин Айбек, комментируя изумленную реакцию Кит-Буги, отметил, Кит-Буга потерял дар речи. И это уже полпобеды. Так же опешили и его монгольские воины. Татаро-монгольские солдаты тоже потеряли дар речи. Сражение еще не началось. Мечи все еще в своих ножнах, их разделяет расстояние. Но армия татаро-монголов уже поражена. Мне была оказана помощь страхом, который охватывает сердца моих врагов, находящихся от меня на расстоянии месяца пути, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. После того, как эта группа спустилась, Кит-Буга начал расспрашивать Саримуддина Айбека, чей это рунг? Рунг с персидского означает «команда» или же «расцветка». Чья это красно-белая расцветка?» И он ему ответил «Это отряд Санкура Аль-Халаби. Это один из мамлюкских отрядов, отряд Санрука Аль-Халаби». К слову, мамлюки в Египте в своих военных учениях, да и в целом везде в своей жизни, подразделялись на отряды, отличающиеся друг от друга различной расцветкой. И на свое оружие, лошадей и дома они наносили знак отличительного герба, по которому можно было опознать, какому отряду принадлежит данный конкретный воин. С помощью этого они также различали между собой в сражениях и в подобных крупных мероприятиях. И вот в этот момент Кит-Буга спрашивает «Чей это герб?». А Сарим отвечает «Это герб» или «Это отряд Санкура Аль-Халаби». А затем, когда этот отряд уверенно встал на свое место, снова раздались звуки музыкального оркестра. И тут начал спускаться другой отряд, уже полностью в желтых доспехах. И он снова спрашивает «А это чей отряд?». Он в страхе, вы представляете, этот опытный военачальник, завоевавший весь мир, испытывает страх перед этими отрядами. Какими бы большими эти отряды ни были, они все равно не столь многочисленны. Это всего лишь часть авангарда мусульман в этом сражении. А ведь армия татаро-монголов в несколько раз превышала численность армии мусульман. Тем не менее, Субхана Кая Рабби. Спустился обряд облаченных в желтые доспехи, и он снова спрашивает «Сарим, а чей это отряд?». Сарим отвечает «Это отряд Пульбана Ар-Рашидии, еще один эмир мамлюков». Далее спускались другие отряды, и каждый отряд отличался своим цветом, и он продолжал расспрашивать «А это чей отряд?». Сарим Уддин же рассказывает «Я стал уже называть любые имена, приходившие мне в голову». Он не знал названий всех этих групп, но он хотел устрашить Китбугу и продолжал отвечать «Это отряд такой-то, а это отряд такой-то. Это сирийский отряд, а это отряд из Хама, это отряд из Египта», и так далее. И Китбуга видел перед собой коалицию мусульманских армий против него. Хотя вся эта коалиция представляла из себя всего лишь авангард исламской армии. Спустился Рукнуддин Бейбарс, командир авангарда, вместе с этими отрядами, и встал напротив прохода в долину в ожидании Китбуги. Когда Китбуга окинул взглядом все эти отряды, составлявшие авангард, он увидел, что армия невелика, и что его армия намного больше. Тогда он воодушевил своих солдат, издав принятые у них громкие боевые возгласы. Монгольские лошади бросились вперед на исламский авангард, мгновенно сокращая дистанцию. Рукнуддин Бейбарс да помилует его Аллах, отдал приказ своим воинам сохранять ряды ровными и не двигаться, как будто бы они ничего не видят. Монгольские солдаты несутся издалека, пожирая расстояние, а они даже не двигаются. Они не убегают, но и не атакуют. Субханаллах. Это насторожило татаро-монгольских всадников. Что же они затеяли? Наверняка это какая-то ловушка. И как только татаро-монгольская атака по причине этих сомнений на мгновение захлебнулась, в атаку бросился Бейбарс вместе со своими воинами из авангарда мусульман. Стороны склеснулись в отчаянной битве. Это сражение было одним из самых свирепых в истории. Представьте себе эту обстановку. Повсюду поднялась пыль и уже ничего кроме лязг и скрежета мечей и ржания лошадей не было слышно. Всюду брызжет и проливается кровь на поле боя. И надо всем этим всем слышны звуки такбира, который доносится из-за холмов от палестинских крестьян, которые окружили долину Айнджалут. Сражение, которое началось рано утром на рассвете, продолжалось до полудня, а мусульмане стойко держали свои позиции. Представьте себе этот яростный натиск татаро-монголов на этот небольшой авангард. Но мусульмане продолжали держаться. Выбор локации, дорогие братья, был также крайне удачен, потому что проход был узким и татаро-монгольские войска не имели возможности маневрировать и окружить мусульманское войско. Они были вынуждены сражаться с передними рядами мусульман. Если мусульмане выстоят, то война продлится еще очень долго. Это было первой частью плана максимально истощить силы татаро-монгольской армии, не двигаясь и продолжая стоять в этом месте столько, сколько это было возможно. И действительно, Рукнуддин Бейбарзда, помилует его Аллах, смог устоять здесь на довольно длительное время. Кутузда, помилует его Аллах, наблюдал за всем этим издалека. И вдруг издалека раздались удары в барабаны мамлюкского военного оркестра, которые извещали мусульман о начале второго этапа их планы. Вторым этапом плана предполагалось увести монгольскую армию вглубь долины Айнджалуд. Как это можно было осуществить? Бейбарзда, помилует его Аллах, вместе со своими воинами должен был продолжать вести жесткое сражение и при этом постепенно отступать в сторону юга. Отступление должно быть именно постепенным. Не таким быстрым, чтобы татаро-монголы догадались о задуманном плане. И не настолько медленным, чтобы весь авангард полз замертво под ударами татаро-монголов. Этот тонкий баланс нуждается в огромной поддержке Всевышнего Аллаха. И этой армии, которая была подготовлена подобным образом, Аллах непременно окажет свою поддержку. И если вы вспомните историю, дорогие братьям, вы увидите, что этот план был точным воссозданием плана Анну'мана ибн Мукаррина, да будет доволен им Аллах, осуществленного им в сражении при Ниховенде. Кутузда помилует его Аллах, человек, сведущий в истории. Он знает об опыте мусульман, об их сражениях, о биографии праведников и муджахедов на пути Аллаха. Точно такой же план использовал Анну'ман ибн Мукаррина в 19-м году по хиджре против персидской армии. Исполнявшим роль Рухнуддин Абьебарса в том сражении был Кахка ибн Амр Аттамими, да будет доволен им Аллах. А в роли Кутуза выступал Анну'ман ибн Мукаррина. В сражении при Ниховенде персидская армия была полностью уничтожена, и мусульмане одержали разгромную победу. Эта же практика повторится и на земле Айнджалут, чтобы по воле Аллаха, мусульмане одержали еще одну убедительную победу. Татаро-монгольская армия шаг за шагом вошла в долину Айнджалут. Мусульманское войско шаг за шагом заманивало их вглубь долины Айнджалут. Представьте, как переживал Кутуз, да помилует его Аллах, когда видел, как его авангард разбивается монгольской армией, а он сидит и выжидает, пока не наступит подходящий момент, чтобы броситься на подмогу этим воинам. Спустя некоторое время случилось несколько удивительных вещей, которые подтвердили правдивость того письма, которое чуть ранее было послана им Саримуддином Айбегом. Мусульмане обнаружили сильное преобладание правой стороны в монгольском наступлении. Выяснилось на деле, что правый фланг татаро-монголов, как описывал Саримуддин Айбег в своем письме, сильнее их левого фланга. Увеличилось давление на левый фланг исламской армии. Увеличилось число шагидов, воинов-мусульман, павших на поле боя Айнжалут. И Кутуз, который наблюдал со стороны за всем происходящим, не нашел другого решения после того, как послал все резервные силы одну за другой, кроме как спуститься самому к месту сражения. Субханаллах, все, о чем он говорил раньше, было правдой. Я сам лично встречу татаро-монголов. Так он сказал в своей первой встрече с народом, с армией и эмирами мамлюков. Я сам лично встречу татаро-монголов. Кутуз, да помилует его Аллах, спустился, сняв с себя свой шлем, указывая тем самым на свою готовность принять смерть, шагаду, на пути Аллаха, и даже на стремление к этому. Он отбросил шлем и бросился на армию татаро-монголов. Мусульманские воины вдруг обнаружили, что верховный главнокомандующий находится среди них. Представьте, какое это подкрепление, какая это поддержка, какое величие исламской армии в этом сражении. Кутуз, да помилует его Аллах, спустился и издал свой известный клич, который олицетворяет весь образ его жизни, говорит о всем его жизненном пути, да помилует его Аллах. Во имя Ислама, во имя Ислама, все предельно ясно. Он не сказал за арабов, за нацию, во имя Египта, во имя короля, ничего подобного этим словам. Его позиция абсолютно ясная, во имя Ислама. Он стремится в рай, он спустился к воинам и начал сражаться вместе с ними так, как его еще не видел никто из мусульман. Субханаллах. Вскоре после того, как Кутуз спустился, да помилует его Аллах, пущенная кем-то издалека стрела, сразила на повал его коня. Тогда Кутуз, да помилует его Аллах, спешился и продолжил сражаться пехотинцем. Один из миров мусульман предложил ему своего коня. Возьми моего коня, сражайся верхом на нем. Я не собираюсь лишать мусульман твоей пользы, ответил ему Кутуз. Бейся сам на своем коне, а я буду биться на земле, пока ко мне не приводит лошадь из запаса. И он продолжил сражаться пехотинцем на земле, пока ему не привели запасную лошадь. Один из миров упрекнул его за это. Да простит тебя Аллах, о правитель мусульман. Если бы тебя убили, то Ислам прекратил бы свое существование. Почему ты не взял того коня? На что Кутуз, да помилует его Аллах, ответил с поразительной уверенностью и искренней верой, дорогие братья. Он сказал ему, что касается меня, то я бы отправился в рай. Если бы я был убит в этом сражении, я бы отправился в рай. А что касается Ислама, то у него есть Господь, который не даст ему пропасть. Ведь были убиты такой-то, такой-то и такой-то. Он перечислил имена величайших лидеров мусульман, которые были убиты на пути Аллаха. Но Аллах нашел им замену на тех, кто продолжил защищать и оберегать Ислам. Посмотрите на эту уверенность, которую он обладал. Да помилует его Аллах. И да помилует Аллах всех муджахидов, которые участвовали вместе с ним в этом великом сражении в битве при Айнжалуте. Все, о чем мы до сих пор рассказывали, было лишь второй частью исламского плана. Третья часть, когда Кутуз, да помилует его Аллах, увидел, что воины начали медленно продвигаться вглубь долины Айнжалут, Кетбугад совершил, субханаллах, серьезную военную ошибку, обернувшуюся для него катастрофой. Этой ошибке невозможно найти никакого другого оправдания, кроме одной единственной. Была ошибкой с его стороны послать все свои войска, всех своих солдат, не оставив ни одного человека снаружи долины. Для того, чтобы наверняка покончить с мусульманами, он со всем своим тщеславием и надменностью послал всех татаро-монгольских воинов вовнутрь долины Айнжалут. Это грубейшая военная ошибка. В тылу армии обязательно должны быть те, кто прикроет их спины. Те, кто не позволят окружить эту армию. А это ведь опытный военачальник, который уже несколько десятилетий успешно возглавляет сильнейшую армию в мире. Как он допустил такую ужасную ошибку? Дорогие братья и сестры, его подтолкнули к собственной смерти. Кто его подтолкнул? Господь миров, субханаллах. По всем военным расчетам, несуществующим меркам, невозможно найти оправдание той кошмарной ошибки, которую совершил Китбуга в этом сражении. Такую ошибку не совершает простой военный. Даже дети Китбуги не совершат такой глупой ошибки. Но вы вернитесь снова к истории. Абуджагль подтолкнул язычников к своей смерти в сражении при Бадре. Шах Ферюзан подтолкнул свою армию к гибели в сражении при Неховенде. Ваган подтолкнул римскую армию к гибели в сражении при Ярмуке. Вот так вот, дорогие братья. Они как ведомые марионетки. Господь, субханаллах, толкает их к этому. Он ослепляет их взоры и затуманивает их разум, из-за чего они совершают такие грубые ошибки. Не вы, мусульмане, победили своего врага в сражении своими силами, но их уничтожил Аллах, который подарил вам помощь и поддержку и вселил в их сердца страх. Что случилось в Айнджалуте с этой окруженной армией в таком тесном месте? Это мы узнаем из следующей серии по воле Аллаха. Ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Это двадцать третья серия из цикла истории о татаро-монголах. В прошлой серии мы видели землю Айнджалут, видели как Путус смог использовать ее в свою пользу, расположив в ней войска в удивительно стройном порядке. Он смог использовать малейшие средства и возможности для того, чтобы поставить большую армию татаро-монголов в такое тяжелое положение, с которым она никогда в своей жизни не сталкивалась. Путус, да помилует его Аллах, по воле Аллаха и при его помощи, смог осуществить этот план по уведению всей монгольской армии вовнутрь долины Айнджалут. Как мы рассказывали в прошлый раз, этот план состоял из трех шагов. Первая часть плана – заставить татаро-монголов сражаться у входа в долину так долго, сколько это было возможно, чтобы истощить силы татаро-монголов. Затем второй этап – Аз-Захир-Бейбарс должен был увезти татаро-монгольские войска вглубь долины Айнджалут. Далее третий этап – и это то, на чем мы остановились в прошлой серии. Кутус, да помилует его Аллах, дает приказ перекрыть северный проход, тем самым заблокировав обе армии внутри долины Айнджалут. Сам Кутус, да помилует его Аллах, а также принимал непосредственное участие вместе со своими воинами в сражении. После того, как обе стороны – мусульмане и татаро-монголы – оказались заперты в долине, произошло одно из самых отчаянных сражений в истории всего человечества. Огромные армии с непомерной численностью, яростная битва, ограниченное пространство, отсутствие возможности избежать, убежать или защититься, кроме как за мечом и кольчугой. Дорогие братья и сестры, я верю, что мусульмане в этом сражении всем сердцем были обращены к Аллаху . Наш Господь помогает лишь тем, кто помогает Ему. А помощь Аллах заключается в практиковании Его шариаты с искренним намерением ради Него . И вот тогда не спосылаются милости Господа миров . Не спосылается помощь милостивого, о которой мы можем не знать и не видеть ее, но о которой ведает лишь Господь миров . Одна из самых суровых и яростных битв в истории случилась между сильнейшей армией в мире и простой армией Египта и Сирии на земле Айнджалут. После прохождения немалого времени, которое мусульманам показалось не часами, а днями, в этом одном сражении чаша весов по милости Аллаха начала понемногу склоняться в сторону мусульман. Мусульмане сражаются и видят перед собой либо победу, либо шахаду . Того, кто будет сражаться на пути Аллаха и будет убит или одержит победу, мы одарим великой наградой. Вы только вслушайтесь, будет убит или одержит победу, либо он примет мученическую смерть на пути Аллаха и станет шахидом, либо одержит победу в сражении. А бегство или поражение вообще не рассматривались мусульманами. Татаро-монголы же воевали либо на жизнь, либо на смерть. И сражение было по-настоящему отчаянным. Затем по воле Аллаха случилось то, что перевернуло ход всего сражения. Джамалуддин Акуш-Аш-Шамси, один из сирийских эмиров, которые некогда состояли в армии Ад-Насра Юсуфа аля Юбе, вступил вперед. Это был довольно ловкий и искусный воин. Он двинулся вперед и стал прорвать ряды татаро-монголов, пока не дошел до самого Кит-Буги. Между ними произошла тяжелая борьба, в ходе которой Джамалуддин Акуш силой ударил своим вскинутым вверх мечом и отсек голову Кит-Буги, великого и опытного полководца, который покорил весь мир. Его голова покатилась по земле, а его мертвое тело тяжело опустилось на землю. И день тот, для неверующих, будет тяжким. В этот день, с падением головы этого гордеца, пал весь моральный дух татаро-монголов и успех мусульман становился все более очевидным. Татаро-монголы теперь уже искали пути к бегству, а бегство было возможно только через северный проход в долину. Татаро-монголы бросились к выходу, а мусульмане шли вслед за ними. Монгольские солдаты смогли пробиться к выходу и покинуть долину Айнджалуд, но мусульмане продолжали их преследовать. Татаро-монголы в своем бегстве достигли города Бейтшиан. Многие их солдаты были убиты еще в пути, но основная их численность спаслась в Бейтшиане, в котором они обосновались. Они не видели другого выхода, кроме как дать бой этим мусульманам, которые их преследуют. Так, в этот же день, 25-го Рамазана, 658-го года по хиджре, в Бейтшиане произошло еще одно свирепое сражение. Возможно, даже, как говорят историки, это сражение было еще более суровым, чем само сражение при Айнджалути. В этом великом сражении татаро-монголы оказали сильнейшее сопротивление, и Куттузу вновь пришлось лично принять участие в бойне. Дорогие братья и сестры, Куттуз не был рядом с этими событиями. Он по-настоящему находился в центре этих событий. Его воины видели каждый предпринимаемый им шаг. И когда Куттуз, да помилует его Аллах, увидел, что татаро-монголы дерутся до последнего, и что ситуация вот-вот может переломиться против мусульман, он произнес свои известные слова «Во имя Ислама! Во имя Ислама! Во имя Ислама! Во имя Ислама!» Трижды повторив эти слова, он вознес свои руки к небу и возмолился в прекрасной и великой молитве, выказывая тем самым свое преклонение пред Господом Свят Он и Велик. О Аллах! Помоги своему рабу Куттузу в борьбе против татаро-монголов. Посмотрите на эту смиренность, на эту покорность в подобной ситуации. Я не Аль-Малик Аль-Музафар. Я не султан Египта. Я не полагаюсь на поддержку этой армии. Я всего лишь твой раб. Помоги своему рабу Куттузу в борьбе против татаро-монголов. Эта покорность, дорогие братья, в Аллахе стала скалой, обрушившейся на татаро-монголов и погубившей их. Пришла помощь Аллаха, Господа Миров Суб'Анава Та'Аля. Силы полностью покинули татаро-монгольских воинов. Они рассыпались словно мухи по полю боя. Часть из них была убита мусульманами, преследовавшими их, а другие были взяты в плен. Когда бой закончился, мусульмане стали подсчитывать количество убитых и сбежавших татаро-монголов. Сколько татаро-монголов сбежало в сражение при Айнжалути, как вы думаете? Представьте себе, ни один воин. Все солдаты монгольской армии были убиты. Исчезла армия, которая погубила весь мир. Полностью испарилась. Не осталось ни одного монгольского воина, который мог бы передать новости пограничникам в Дамаске, в Алеппе или в других городах. Вдумайтесь, так погибла самая крупная армия самого сильного государства в мире от рук мусульман. Не вы убили их сами, а Аллах убил их. Вот так вот, дорогие братья. Что в первую очередь сделал Кутуз, да помилует его Аллах, когда увидел гибель этой опасной армии? Поднял ли он свою голову, как это делают заносчивые правители, одолевшие своих врагов, считая победу всецело лишь своей заслугой? Нет, он прекрасно понимал, кто стоит за этой победой. Кутуз, да помилует его Аллах, слез со своего коня и уткнул свое лицо в землю в земном поклоне Аллаху Аззаваджалля, благодаря Господу миров за честь быть муджахидом на пути Аллаха и за то, что даровал ему победу над врагами Аллаха Аззаваджалля. Вскоре после этой славной великой победы он незамедлительно послал письмо к жителям Дамаска, в котором он извещал их, и обратите внимание на его слова. Воистину Аллах Аззаваджалля унизил татаро-монголов в сражении при Айнджалут. Победу он относит к ее истинному устроителю. Победу он относит к Аллаху Аззаваджалля. Письмо прибыло в Дамаск 27 или 28 рамазана. И когда жители Дамаска получили это письмо, они совершили восстание и убили всех находившихся там татаро-монголов. Где они были до этого несколько дней назад. Все дело в примере для подражания, дорогие братья и сестры. Все дело в напоминании о славных днях, в напоминании о великой цели. Ситуация в корне изменилась. Татаро-монголы бежали, как запуганные мыши. Ихут Тузда, помилует его Аллах, сразу же после сражения отправился со своей армией в Дамаск. 150 километров в сторону северо-востока от долины Айнджалут он не терял ни минуты. Нет в его жизни покоя. Нет в его жизни лени и апатии. Одно дело сменяется вторым, а второе третьим, и так на протяжении всей своей жизни. Да будет доволен им Аллах и да сделает его довольным своим уделом. Уттус вошел в Дамаск 30 рамазана 658 года по хиджри. Спустя пять дней после сражения при Айнджалут. Улицы города были украшены. Мусульмане его встречали как завоевателя. Это был самый счастливый канун праздника для мусульман в течение последних более чем сорока лет. Сорок лет, дорогие братья, мусульмане терпели беды от татаро-монголов. С 616 или с 617 года, с начала татаро-монгольского нашествия на мусульман, люди не видели ни одного счастливого дня. Сегодня же, в самый лучший день года, отмечается не только праздник разговения, но и праздник победы. Скажи, это благо от Аллаха и Его милость. Пусть они радуются этому, ведь это лучше всего, что они собирают. Вскоре после прибытия Кутуза в Дамаск, дела начали налаживаться. Между мусульманами и некоторыми христианами оставались некоторые недомолвки из-за их прошлых действий, их сотрудничество с татаро-монголами. Но как только пришел Кутуз, да помилует его Аллах, все пришло на свои места. Он проводил справедливую политику и в судебном порядке разрешал конфликты между людьми таким образом, что ни один христианин или иудей не был притеснен на земле мусульман. После этого он отправлял отряды во все уголки Сирии, в Комс, в Хама, в Алеппо и так по всей Сирии. И даже в Турцию и в Ирак, для того чтобы прогнать татаро-монголов отовсюду. Татаро-монголы же были вынуждены бежать. Таким было положение, дорогие братья и сестры, после сражения при Анджалуте, сражения одного дня. Кутуз в этом сражении вступил в противостояние с самой могущественной силой в мире, однако он всецело полагался на того, кому принадлежит Царство Небес и Земли. На того, кто помогает и поддерживает, на того, кто перевешивает одну чашу весов над другой, Субханава Тааля. Затем Кутуз после этой безупречной победы принял одно из самых важных решений в своей жизни. Это решение о повторном объединении Египта и Сирии. Для этого были проведены хутбы в Ираке, Турции, Сирии, Палестине, Египте и Хаджазе, во всех уголках этих стран. Всего лишь по причине одной этой победы, победы при Анджалуте, это была по-настоящему славная, самое что ни на есть, великая победа. Кутуз, да помилует его Аллах, распределил должности среди своих эмиров. Он делегировал эмираты таким, как Джамал-уддин Акуш и другие эмиры и правители. Он не забыл и об эмирах-айубидах в Сирии, несмотря на их прошлую темную историю, после того, как те узнали истинное свое положение, поняли, кто они, а кто эти великие люди-уммы. Это было сделано ради сохранения стабильности в регионах Шама и Египта. После того, как решил все вопросы, 26-го числа месяца Шауаль 658 года, Кутуз вышел в обратный путь. Обратите внимание, мои братья и сестры, на эти числа. Не прошло и года, после того, как Кутуз взошел на престол Египта и вышел к врагам, так он возвращается, решив все дела. Представьте себе, Кутуз стал правителем Египта 24-го Зулькаида 657-го года, полностью очистил Палестину и Шам от жестоких захватчиков, часть монголов уничтожил, часть отправил в бегство, и все это за 11, даже за 10 месяцев. Сражение завершилось 25-го Рамадана, то есть через 10 месяцев. И месяц ушел на приведение Шама в порядок. В итоге 11 месяцев. Субханаллах. Разве не было невозможным представить, что мусульмане одержат победу за такой короткий срок? Сложности, через которые мусульмане проходят сегодня, без сомнений, намного, в тысячи раз меньше, чем те, что пришлось видеть мусульманам времен монголов. Мы увидели, как под ногами этих жестоких захватчиков без какого-либо сопротивления умирали миллионы мусульман. Мы увидели слабость мусульман, мы увидели страх, трусость, предательство, диверсии. Все это присутствовало среди мусульман. Но в такой сложный период Аллах разрешил умме подняться. Аллах позволил победе вернуться к мусульманам. Победа может быть близка. Она может быть через несколько месяцев, через несколько дней. Но нам, братья и сестры, необходимо возвращаться к истокам, чтобы увидеть, как умма выходит с такого мрака. Посмотрите, как, по милости Аллаха, Кутуз одержал эту великую победу. Там свои предпосылки и причины. Там длинный путь, по которому шел Кутуз и другие приближенные к нему мусульмане, пока не дошел до победы. Путь один, и на этом пути нет исключений, ибо это одно из установлений Аллаха на земле. Ты не найдешь замены установлением Аллаха. Ты не найдешь отклонения в установлениях Аллаха. О причинах этой победы мы поговорим в следующей серии. А в этой серии мне хотелось бы остановиться с вами на колоссальной важности этой победы и ее последствиях, от которых замирает сердце. Хотя это сражение завершилось в каком-то определенном регионе, за один день его итог имел последствия, которых невозможно было представить. Битва при Анджалуте – это дата настоящего рождения государства мамлюков. Хотя в действительности мамлюки захватили власть после сражения при Фараскуре, убийства Тураншаха и приходок власти Шаджарад-Дур, затем Эзуддина Айбека – настоящим рождением государства мамлюков считают победу в битве при Анджалуте. Мусульмане одержали в этой битве великую победу, которая изменила все представления о соотношении сил в мире. Так родилась великая держава. Но история этой державы подверглась атаке тех, кто вторгся, как и истории любой мусульманской страны, которая принесла величие этой религии. Взять, например, историю Амияцкого халифата. Я более чем уверен, что до вас дошло много ложных сведений об этой великой стране, которая распространила ислам в четверти известного мира. Это не значит, что все в этой стране было идеально. Безусловно, были ошибки. Так же, как и в государстве мамлюков, можно найти ошибки в действиях мусульман, так как это люди, но это государство хранило знамя ислама в течение трех столетий подряд. После поражения монголов в Шаме, после этой войны, он был жив и находился в Тибризе, не подумал сунуться на землю мусульман, кроме одного раза. Это была попытка отомстить за одного из своих предводителей, убитого возле Алеппо. Но эта попытка не увенчалась никаким успехом. На следующий день он был вынужден отступить обратно в Тибриз. Представьте себе, братья, то есть эта битва не оставила у монголов никаких сил продолжать войну с мусульманами. Эта победа дала начало державе мамлюков, которая далее взяла на себя очищение Шама от крестоносцев. Посмотрите, братья, посмотрите на эти великие решения. Не успел Куттус избавиться от жестких монголов, как он берет на себя освобождение Шама от других захватчиков. И после его смерти, рахмахуллах. Аллах подарил этой уме таких великих предводителей, как Аз-Захир-Бейбарс и другие, которые продолжили путь Куттуза и полностью очистили Шам от врагов Ислама. Последнее королевство крестоносцев в Шаме, королевство Акра, пало в 690 году по хиджри. То есть через 32 года после битвы при Аньжалуте, земли, которые более полутора века находились в руках крестоносцев, были освобождены за эти 32 года. Была освобождена Антакия, Триполи, Сайда, Бейрут, Аскалян, Яса, Хифа, Акра. Все государства крестоносцев без исключения пали от рук мусульман в этот период. Под меч мусульман попали и другие враги. В великой битве войско армянского короля Хитума I потерпело сокрушительное поражение. Было убито 40 тысяч армян. Монголы оставили их без помощи и вскоре сами ушли в небытие. Мои братья и сестры поверим. Победа от Всевышнего Аллаха. Возможно, анализ причин победы мусульман в битве при Аньжалуте, которая имела невообразимое множество колоссальных последствий для Ислама, Уммы и всего мира, является самым важным в изучении этой истории. Поэтому в следующей и последней серии этого цикла мы максимально коротко перечислим часть средств, которые использовал Кутуз вместе с героями и учеными Ислама. И причины, которые в итоге привели к такой блестящей победе, это то, что мы должны брать в пример, к чему должны стремиться и то, чего мы просим у Аллаха. Посредством этого, иншаллах, к мусульманам вернется их величие. Ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Это заключительная 24-я серия из цикла «История о татаро-монголах». В прошлой серии мы рассказывали о великом легендарном сражении, в котором была полностью уничтожена татаро-монгольская армия, и после которой возник мамлюкский султанат, сильное крупное государство, которое смогло очистить мусульманские земли как от татаро-монголов, так и от крестоносцев. Это легендарное сражение, которое имело такой положительный эффект, не на маленькой ограниченной территории, а на сотни тысяч квадратных километров. И не на какой-то ограниченный короткий срок, а на целых три столетия. Поэтому это сражение заслуживает тщательного изучения. Победа в этом сражении была одержана за очень короткий срок. Кутузда, помилует его Аллах, за 11 месяцев смог осуществить такие свершения, которые мусульмане не представляли себе уже очень долгие годы. Наверное, подготовка Кутуза потребовала бы от нас десятки лет по нашим расчетам. Но Господь, субханаху ата'аля, благословил его усилия и оказал ему свое содействие. И он, по милости Аллаха, аззаву аджаля, смог одержать победу. Как Кутузда, помилует его Аллах, и искренние мусульмане, которые находились вместе с ним в это время, смогли одержать победу. Наверное, одна из самых главных причин или первая причина, которая должна обратить на себя наше внимание, это великие слова Кутуза, которыми он обрисовал образ всей своей жизни. Во имя ислама. С первого дня на престоле правления в Кутузе проглядывалась его исламская личность. Многие правят народами, идеологиями национализма, патриотизма, прогрессивности, единства, еще бог знает чем. Люди используют миллион слов, используют миллион методов влияния на массы, но народ не реагирует, народ не сопротивляется, народ не ведет джихад. Почему, дорогие братья и сестры, у этой общины есть послание, покориться Аллаху, велик он и славен, и сделать так, чтобы и остальные люди стали ему покорными. Если у мусульман пропадет это качество, Аллах, субханалу ата'аля, оставит их без своей помощи. Аллах, велик он и славен, лишит их своей поддержки. Аллах, велик он и славен, позволит их врагам расправиться с ними. Субханаллах. Мы можем убедиться в этом из слов Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, в которых он на пальцах объясняет нам, каковы причины победы. Подумайте над этими словами, поразмышляйте над ними. Умар ибн Аль-Хаттаб говорит, «Вы одерживаете верх над своими врагами, не благодаря мощному оружию и хорошему снаряжению». Действительно, мы это видели в Анджалути. Не было ни мощного оружия, ни хорошего снаряжения, по сравнению с татаро-монголами. Но вы одерживаете верх над своими врагами благодаря... Чему, как вы думаете? Благодаря вашему послушанию Господу и их ослушанию Ему. Если вы станете одинаковы в ослушании... И мусульмане ослушаются Аллаха Аззаваджалле, и не мусульмане ослушаются Аллаха Аззаваджалле. Если вы станете одинаковы в ослушании, то у них будет преимущество над вами в мощном оружии и хорошем снаряжении. Аллах предоставит вас самим себе и собственным силам. И так как врагов больше и их снаряжение лучше, они победят мусульман. Некоторые скажут, «Мои мусульмане, какими бы мы ни были, лучше татаро-монголов, потому что мы исповедуем единобожие. Мы молимся, читаем Коран, подаем милостыню и так далее. А татаро-монголы – это безбожники». Мудрый Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, отвечает на это следующими словами. «И не говорите, наши враги хуже нас, потому что они не одолеют нас». Аллах дал власть язычникам, огнепоклонникам над сынами Израиля, когда они начали ученять бесчинство на земле. «Мы наслали на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по вашим землям». Так обещание было исполнено. Почему Господь, Субханава Тааля, наслал Бухтана Сара, язычника, который поклонялся огню на людей Писания? За то, что сыны Израиля стали совершать грехи. Точно так же, когда мусульмане стали совершать грехи, жить грехами, жить в удовольствии, жить мирским, когда они разобщились и поделились на группы, когда все это имело место, случилось поражение от рук татаро-монголов. А когда мусульмане вновь обратились к своему Господу, Господь помог им. Посмотрите на слова Господа миров, Субханава Тааля. «Если Аллах поможет вам, никто не одолеет вас, но если Он лишит вас помощи, то кто же поможет вам вместо него?» Кутуз усвоил эту истину. Поэтому Кутуз в ходе сражения говорил, «О Аллах, помоги своему рабу Кутузу в борьбе против татаро-монголов». Это и помогло этой армии мусульман. Самая первая и самая главная причина победы в Айнджалуд и в других сражениях мусульман состоит в том, что мусульмане, воевавшие в этих сражениях, были полностью обращены к Аллаху, аззаваджалле. Ихляс, искренность. Искренность по отношению к Аллаху. Все эти воины стремились в рай и не добивались мирских целей. Они не добивались трофеев, они не искали власти, не искали славы. Кутуз произнес прекрасные слова, которые вы уже слышали. В ходе сражения Айнджалуд, когда один из имиров сказал ему, «Ты мог погибнуть, и исламу бы пришел конец», он ответил, «Что касается меня, то я бы отправился в рай. Это его цель. Это его мечта. Его самое заветное желание и самая сокровенная цель – попасть в рай». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воодушевлял своих воинов перед битвой при Бадре удивительными словами. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, «Каждого, кто сегодня встретит свою смерть в сражении лицом к врагам, не отступая, будучи стойким на поле боя, надеющимся на награду от Аллаха, Аллах непременно введет в рай». Эти слова совершенно непонятны земным правителям. Эти слова не встраиваются в их устройство мировой политики, дорогие мои братья. «Этот человек, да благословит его Аллах и приветствует, мотивирует свое войско смертью через несколько часов, тогда как все остальные правители мотивируют свои войска жизнью. Бейтесь, защищая свое существование, сражайтесь за свои жизни, за жизни своих домочадцев». Наш посланник же, да благословит его Аллах и приветствует, и у него этому научился Кутуз и остальные муджахиды, мотивировал их смертью на пути Аллаха. Кто сможет одолеть армию, которая ищет смерти? Кто сможет сражаться с армией, которая ищет смерти? Чем ты можешь ее напугать? Ты угрожаешь им смертью? Так ведь это их цель. Ради этого они и пришли. Это первая отличительная черта этой великой армии, армии Айнджалута. Второй фактор успеха этой армии, который мы отчетливо можем увидеть, это единство, дорогие братья. Сплоченность. Разлад не приводит к победе. Это невозможно. Таков путь из путей Господа миров, Субханава Тааля. Наш Господь в своей священной книге говорит, «Вы все держитесь крепко за религию Аллаха и не разделяйтесь». Прямое повеление. Также Аллах Субханава Тааля говорит, «И не спорьте, иначе вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы». Поистине, Аллах с терпеливыми. Споры – это предвестник неудачи. Беспрерывные препирательства мусульман друг с другом обязательно приведут их к провалу. Вспомните начало этой истории. Вспомните о соперничестве Каясуддина и его брата Джалалуддина. Вспомните о противостоянии халифа Аль-Мустасима Билля с другими. Вспомните о вражде Ан-Насра, Леди Нилля, с остальными эмирами. Вспомните о войне гуридов против харизмийцев. Война всех против всех. И все это мусульмане. Вспомните историю Ас-Сальха Исмаиля, который шел с войной на своего брата Ас-Сальха Наджмуддина в Египте. Вспомните обо всем том, что происходило, когда татаро-монголы уже стучались в двери. Тогда вы узнаете, почему произошли все эти несчастья. Сейчас же первое, что сделал Кутуз, это консолидация мамлюков-бахритов с мамлюками-муззитами. Затем объединение Египта с Сирией. Он разослал письма таким людям, что даже мы, сами, когда читаем об этом, находим это очень странным. Как он может писать Аннасуру Юсуфу Аля-Юби, или Ашрафу Аля-Юби, или Муису Фатхуддину Умару? Ведь это люди, которые продали все, что имели ради того, чтобы получить нечто незначительное, малочисленное и презренное из Мирского. Однако он был беспристрастным, уважаемые братья. Он был по-настоящему непредвзятым. Он хотел собрать мусульман в один кулак, и он знал, что результатом такого объединения станет величайшая сила. Наш посланник, когда благословит его Аллах и приветствует, сказал, помощь Аллаха Джамаату. Объединение несет за собой помощь от Всевышнего Аллаха. Разобщенный же народ, общество которого раздроблено, ожидает, как это описал Аллах в Коране, только неудача. Не вступайте в препирание и разногласия между собой. Это только потеря силы и причина слабости и неудач. Третий очень важный фактор – Кутуз возвысил дух джихада в умме. И многие, как мы уже говорили, боялись или стесняли слово джихад. Избегали его, использовали его синонимы. Дорогие братья, джихад на пути Аллаха – это вершина ислама. И это не означает, что мы кровожадные, что мы хотим со всеми воевать. Совсем нет. Однако, защищая права, оберегая святое, оберегая честь и отвечая на нападки агрессора в отношении мусульманских стран, кто в мире отрицает право на борьбу, сопротивление, джихад ради независимости страны. Все страны в мире освобождаются путем борьбы и путем джихада. Почему это дозволено им и запрещено мусульманам? Как освободилась Франция от нацистской Германии? Как Вьетнам дал отпор Америке? Как Китай избавился от гнета Японии? Как любая другая страна освобождалась от оков прежней колонизации? В прошлом и в настоящем. Почему мусульмане стесняются использовать это слово и объявлять джихад? И когда кто-то в оккупированной стране использует это слово, возникает ощущение, что он совершает большой грех. Следующей весомой причиной победы в сражении при Айнджалуте была хорошая подготовка. Использование всех возможных средств на каждом этапе боя. С первого дня на престоле правления до последнего дня победы Кутузда помилует его Аллах, предпринимал все, что от него зависело. Ислам не поощряет безинициативность. В исламе нет такого понятия, как инертное упование на Господа. Есть понятие подлинного упования на Аллаха Аззаваджалля. Тот, кто по-настоящему уповает на Аллаха, использует все возможные средства, а затем поднимает свои руки к небу и просит помощи у Господа небес и земли. Такой человек действительно уповает на Аллаха Аззаваджалля. А тот, кто днем и ночью молит Аллаха избавить мусульман от бед, наказать врагов мусульман, разверзнуть землю под их ногами и так далее, и так далее, но при этом он сам не двигается, не делает что-то для этого, не борется, не объединяется со своими братьями, не возвращается на путь Аллаха, не отказывается от грехов. Как же тогда ему будет оказана помощь, дорогие братья и сестры? Хорошая подготовка с первого дня. Кутузда помилует его Аллах. Подготовил большую многочисленную армию. Он собрал воинов, сплотил их, обучил и профинансировал их из чистого дозволенного имущества. Он не взял подать из народа, как велел ему Аль-Из ибн Абдуссалям, да помилует его Аллах. Он составил план и шел во всеоружии. Он выделил сильный авангард и избрал для него сильного командира. Он выбрал подходящее место и вступил в союз с остальными. Он заключил перемирие с крестоносцами. Он сделал все, что только можно было для того, чтобы приблизить победу. Так как же он мог не победить? Как наш Господь, Субхану Аталя, великий и щедрый, который видит такие усилия, может оставить такого человека без своей поддержки? Тем более, что все эти усилия совершены ради него, Господа миров, Субхану Аталя. Следующее, дорогие братья и сестры, это пример для подражания. Пример, который Кутузда помилует его Аллах, подал мусульманам. Я сам лично встречу татаро-монголов. Он был первым, кто распродал все свое имущество для подготовки армии на вырученные средства. Он непосредственно принимал участие в самом сражении, и воины видели его в своих рядах. Какая это поддержка и мотивация для воинов, когда они видят верховного главнокомандующего в своих рядах? Вспомните нашего любимого посланника, когда он строил мечеть со своими сподвижниками, когда он рыл ров со своими сподвижниками, когда он держал в руках меч вместе со своими сподвижниками, когда он голодал и привязывал к своему животу камень, или два вместе со своими сподвижниками. Да благословит его Аллах и приветствует, и да будет Аллах доволен его сподвижниками и всеми праведниками, которые шли и будут идти по этому великому пути до судного дня. Следующее – это отказ от дружественных отношений с врагами Аллаха Аззаваджалля. Кутуз ни на мгновение не задумывался о том, о чем думали предыдущие правители. Заключить союз или мирное соглашение с татаро-монголами. Или отдать им что-либо взамен на что-то другое. Или заключить соглашение о сотрудничестве с крестоносцами, признавая за ними эти земли в обмен на их помощь в борьбе против татаро-монголов. Ничего этого он не сделал, дорогие братья и сестры. С большим терпением и великой стойкостью, при помощи Аллаха Аззаваджалля, он вместе со своими людьми смог проделать этот путь, миновав болото, в которое угодили многие его предшественники. Еще одно – Шура, совещание в жизни Кутузы. Разбор одного этого аспекта займет у нас немало времени. Совещание в каждом шаге и на каждом этапе, который проходил Кутуз, да помилует его Аллах. Далее, поручение делал достойным, даже если это человек из мамлюков салихитов, даже если это кто-то из сирийских эмиров. Он возлагал обязанности на заслуживающих этого, а не занимался кумовством, непотизмом и взяточничеством. Он распределял должности согласно способностям людей, поэтому и одержал победу. И последняя из причин Великой Победы – аскетизм по отношению к мирскому. И это один из главных факторов. Если мусульмане привяжутся к мирскому, и любовь к нему завладеет их сердцами, то нет сомнения в том, что они не одержат победу. И нет сомнения в том, что все народы мира, какими бы примитивными они ни были, будут сильнее общества мусульман. Вспомните замечательный хадис нашего благородного посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в котором он сказал. Приближается такое время, когда другие общины будут звать друг друга выступать против вас и заполучить принадлежащее вам, подобно тому, как приглашают друг друга поесть люди, которые собрались вокруг блюда. Кто-то спросил, это потому, что в те времена нас будет мало? Он ответил, нет, напротив, вас будет много, однако вы будете подобны мути рассеянной в потоке. Аллах заберет из груди ваших врагов страх перед вами, а в ваши сердца поместят слабость. Кто-то спросил, о посланник Аллаха, что же это будет за слабость? Он ответил, любовь к миру этому и отвращение к смерти. Если в сердцах мусульман поселится любовь к мирскому, и они уже не будут желать смерти на пути Аллаха, то, несомненно, все народы мира, татаро-монголы и те, кто были до них, и те, кто пришли после них, будут грабить земли мусульман и нарушать их права. Это то, что пожелал Аллах умме, которая позабыла о своей религии и стала цепляться за мирское. Дорогие братья и сестры, биография и жизнедеятельность такой личности, как Кутуз, должна быть всесторонне изученной. Мы видели, насколько может изменить положение уммы такой человек, как Кутуз. Да, в умме происходило множество процессов еще со времен Наджмуддина Айюба, да помилует его Аллах. Воспитание мамлюков в лоне религии, обучение их фикху, привитие им набожности, любви к знаниям и стремлению к джигаду на пути Аллаха, тренировка их верховой езде, военному делу, решению стратегических и административных задач. Во все это вкладывались большие силы и старания, и как итогом всей этой бурной деятельности, обязана была возникнуть такая фигура, как Кутуз, да помилует его Аллах. Может ли один человек менять ход истории? Да, может. Поистине, Аллах будет посылать этой общине каждые сто лет того, кто будет возрождать для нее ее религию. Это может быть как один, два человека, так и десять. В этой истории мы видели, как один человек менял весь мир, неся разрушения и убийства, на примере Чингисхана и Хулагу. И видели, как другой человек вернул величие и честь мусульманам и сохранил неприкосновенности земель, пусть даже принадлежавших иудеям и христианам. Вспомните слова Кутуза. «Мы не нарушаем договоры, да помилует его Аллах». Кутуз – это человек, и Чингисхан – это человек. Однако нрав и характер Кутуза украшал ислам, а Чингисхан и Хулагу, и люди, подобные им, лишены ислама, дорогие братья и сестры. Кутуз построил гуманную цивилизацию, а Чингисхан гуманную цивилизацию разрушил. Спросите себя, что сделала Кутуза самим собой? Кто такой Кутуз без исламы? Кто такой Халид ибн Аль-Валид без исламы? Кто такой Ан-Нуман ибн Аль-Мукаррид без исламы? Кто Саад бин Муаз или Мусааб бин Умайр без исламы? Кто Салахуддин Аля-Юби, Юсуф ибн Ташфин, Тариф ибн Зияд? Можете продолжать перечислять великих предводителей и ученых мусульман, вы не сможете их сосчитать. Кто такие эти люди, братья мои, без исламы? Фактически это ислам произвел этих людей. Коран и сунны, вот что сформировало этих людей. Поэтому, мои братья и сестры, мораль всей этой нашей истории в понимании, что вернувшись к нашему Господу и к его священной книге и к сунне его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, мы возвратимся на твердый путь, мы возвратимся на правильный путь. Об этом пути и всей истории мира в прошлом, настоящем и досудного дня. Посланник Аллаха оставил нам большой светлый путь, ясный как день, любой, кто свернет с него, погибнет. Дорогие мои братья и сестры, ушли праведники, ушли грешники. Все действующие лица нашей истории давно покинули этот мир. Исчезли города, разрушились дворцы и крепости, завершились радости и кончились беды. Прекратился смех и слезы прекратились. Все прошло. Исчезла армия тиранов и исчезла армия верующих. То, что осталось нам, это урок. В историях о них урок для обладателей разума. То, что осталось нам, это речь нашего Господа, Субханаху Атала. Если Аллах поможет вам, никто не одолеет вас. То, что осталось нам, это обещание нашего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Я оставил вам две вещи, придерживаясь которых вы никогда после меня не заблудитесь. Книга Аллаха и моя Сунна. Я прошу Аллаха, аззаваджалля, дать нам возможность увидеть такой день, как тот, в котором случилось сражение при Айнджалуд. А также такие дни, в которых были сражения при Аттине, при Ярмуке, при Кадисии, а также битва при Бадре, битва Урва и другие знаменательные исламские сражения. Я также прошу Аллаха, аззаваджалля, открыть среди нас такого человека, как Кутуз, да помилует его Аллах. Я надеюсь, что Аллах сделает этот цикл причиной того, что кто-то, кто с нами с первой серии, и есть тот самый будущий Кутуз, кто вернет величие этой умме. Ведь нет ничего сложного для Аллаха, аззаваджалля. Нет ничего невероятного. Пусть каждый спросит себя, почему я не Кутуз? Почему мой сын не Кутуз? Почему не тот, кого я воспитываю Кутуз? Почему именно Кутуз смог все это изменить? Ответом на все это будет то, что в ваших сердцах. Это называется искренность. Это называется ихляс. Посредством ихляса Аллах откроет тебе такие двери, какие ты себе даже не представлял. Клянусь Аллахом. И если ты действительно хочешь помочь исламу и мусульманам и поднять знамя величия этой уммы, то поистине Аллах, велик он и славен, откроет тебе двери для этого. Прислушайся к словам Господа миров, свят он и велик. А тех, которые приложили все усилия для возвышения ислама и терпели трудности за победу нашей веры и религии, мы обязательно поведем нашими путями. Поистине, Аллах с благодетельными. Уважаемые братья и сестры, цикл освобождения халифата от монголов подошел к своему концу. Целью данной работы не является завлечь вас историческими событиями или личностями. Мы хотим вместе с вами ознакомиться с теми причинами, которые Всевышний установил для величия или падения мусульман. Да поможет нам всем Аллах брать пользу из истории нашей уммы. Мусульмане, как и другие общины, увидели множество бед, одной из которых было вторжение монголов. До них Всевышний не спасал на нашу общину другое наказание, нашествие крестоносцев из Западной Европы. Погоня правителей за мирскими богатствами, предательство, равнодушие мусульман к своим братьям, наказанием чему станет потеря великих городов, за которые первые поколения отдали свои жизни, упадок в течение нескольких десятков лет, после которого, по милости Аллаха, наступит великий рассвет. Обо всем этом и другом мы расскажем в нашем новом цикле «Крестовые походы на исламский мир», который скоро, иншаллах, выйдет на нашем канале. Приглашаем вас вместе с нами окунуться в эту историю, в которой мы найдем много необходимого и полезного. Оставайтесь с нами. Прошу Аллаха, аззаваджалля, даровать нам понимание его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен, и только ему все принадлежит. Вы вспомните то, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Воистину, Аллах видит рабов. Уссаляму алейкум у рахматуллаху в баракату. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Когда я вырасту, буду жить долго и счастливо. Не будешь!